Предисловие Ричард Лаймон. Такая работа. Ничего себе, сказал Марк. Что такое? Зацени-ка, вон там, тот черный парень. Стэйси, сидевший за рулем, быстро перевел взгляд вправо. Он заметил мужчину на расстоянии в полквартала впереди от них. На вид под два метра ростом, весом хорошо за сотню кило. Тот шел медленной походкой на плохо гнущихся ногах. Мускулистое тело мужчины блестело в свете фонарей, будто намазанное маслом. Он был одет в белые трусы-плавки и ничего больше. Кто-то в полупрозрачной белой ночной рубашке лежал у него на руках. Что там у него? Спросил Марк. Баба? Стэйси не мог хорошо разглядеть большую часть обмякшего тела. Только ноги, свисавшие сбоку от мужчины. Голые, стройные, белые ноги. А-а-а. Думаю, баба. Ох, ё-о-о-о, произнес Марк. Это прозвучало почти как стон. Они молча уставились на странную парочку. Стэйси убрал ногу с педали газа, и его машина сбросила скорость. Когда они проезжали мимо, Стэйси следил за дорогой. Но Марк повернул голову, чтобы поближе посмотреть. «Что думаешь?» – спросил Стэйси. «Женщина, белая и поход без сознания. Есть признаки травм?» «Заметных нет, но этот мистер Вселенная явно под кайфом». Примечание переводчика. Мистер Вселенная. Международное соревнование по культуризму. «Я сейчас приторможу». «Ага, валяй». В голосе Марка не прозвучало особого энтузиазма. Он бросил взгляд через плечо, потом повернулся к товарищу и сказал. «Думаешь, нам обязательно в это ввязываться?» «Знал бы ты, как я этого не хочу». Рабочий день был долгим. Вдобавок, после дежурства они сходили на двойной баскетбольный матч на стадионе Доджер. Примечание переводчика. Доджер Стадиум. Бейсбольный стадион в Лос-Анджелесе. Калифорния, США. Во время игры оба умяли по несколько хот-догов, пакетиков соленых орешков и выпили немало холодного пива. Как выразился Марк, столько пива, что хоть на байдарке плавай. Стэси хотел лишь добраться до дома и завалиться спать. «Над было на автостраде оставаться», — подумалось ему. «Ну да постояли бы в пробке, зато не влипли бы в такую чертовски странную ситуацию». «То есть», — начал Марк, «мы же сейчас тип не при исполнении, если что». Не отводя глаз от зеркала заднего вида, Стэси отслеживал приближение мужчины. Марк наблюдал в боковое зеркало. «Так-то оно так», — сказал Стэси. «Но, думаю, не повредит пообщаться с парнем. Может, там ничего такого и не происходит». Марк громко фыркнул. «Ага, конечно. Это ведь может быть его дочь». «Почему нет, если у него жена белая?» «Слушай». «А может, это и есть его женушка», — хмыкнул Марк. «Совершенно не исключено». «Кем бы она ему не приходилась», — подумал Стэси, «она либо дрыхнет, либо в отключке. А то и вовсе покойница». Он обратил внимание на то, как колыхались свисавшие с поникшей головы белокурые локоны. Обе ее ноги покачивались в так твердым, отрывистым шагам мужчины. В бледном свете уличных фонарей с обзором, искаженным зеркалом и задним стеклом автомобиля он не мог достаточно хорошо разглядеть лица, чтобы определить ее возраст. Не мог даже понять, хорошенькая ли она. А вот фигура у нее была что надо. Да, тонкая облегающая ночнушка не позволяла в этом усомниться. Она определенно не была ребенком. Или подросток, или взрослая женщина. «Маловато на ней одежды», — прокомментировал он. «Может, ее из постели вытащили», — предположил Марк. «А он-то почему в одних труселях? Идет домой после медкомиссии?» Марк рассмеялся. «Ага, точно». Пытаясь подражать голосу Брандо, он продолжил. «Этот парень мог бы стать чемпионом». Примечание переводчика. «Я мог бы стать чемпионом» — известная фраза из фильма «В порту», где ее произносит персонаж Марлона Брандо. «Вполне возможно». Они замолчали, и оба повернулись лицом к здоровяку, который как раз нагнал их. Он смотрел прямо вперед, глазами выпученными так, будто они вот-вот выскочат из глазниц. «Ты глаза-то его видел?» — спросил Стэйси. «Жуть! Обдолбанный однозначно». «Да, пожалуй. Ну, если только он не... это самое... загипмотизирован!» «Похож на какого-то зомби, блядь. Вот на кого. Пучеглазого зомби». «Кем или чем бы он ни был», — сказал Стэйси, «мы не можем просто позволить ему унести эту бабу». «Блин, я уже надеюсь даже, что это его дочь. Если придется его задерживать...» «Да как два пальца», — сказал Стэйси. «Ага, конечно. Нам жоп на британский флаг порвут». Стэйси оглянулся через плечо, чтобы проверить обстановку на дороге. Рядом движения не было, и они совершили маневр, вновь выехав на проезжую часть. Быстро проехав еще полквартала и обогнав странную парочку, он снова припарковался у тротуара. Остановив машину, он заглушил мотор, выключил фары и извлек ключ из замка зажигания. «Готов?» — спросил он. «Давай покончим с этим». Они одновременно распахнули свои двери и выбрались из машины. Пока Стэйси закрывал свою дверь, стараясь громко не хлопать, он осмотрел окрестности. Движения на дороге практически не было, в пределах видимости улица была пуста в обе стороны. Ехать тут было некуда, с уверенностью можно было сказать, что все магазины и заведения рядом закрыты. Большинство витрин и дверей прятались за стальными решетками. Некоторые, закрытые лишь на ночь, светились изнутри слабым светом одиночных ламп. Другие, закрытые насовсем, чернели кромешной тьмой. У многих окна были заколочены досками и листами фанеры. Крыльцо каждого магазина было загажено мусором, в некоторых проемах маячили темные человеческие силуэты. «Шикарный райончик», — подумал Стэйси. Но, по крайней мере, тут немного гражданских, которые могли бы путаться под ногами. За исключением бродяг, которые ошивались в темных подворотнях у входов в магазины, он видел лишь несколько отдельных фигур пешеходов где-то вдалеке. В основном алкашей и наркоманов, как он предполагал. «Недостаточно, чтобы собралась агрессивная толпа, если дел пойдет плохо». Обходя машину спереди, Стэйси вытащил свой полицейский значок и раскрыл его кожаный футляр. Держа его перед собой на вытянутой руке, он шагнул на тротуар. Вскоре к нему присоединился Марк. Приближавшийся мужчина никак не отреагировал. Он лишь глядел прямо перед собой, словно не замечая их, и продолжал шагать. «Полиция, сэр!» — окликнул Стэйси. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Мужчина продолжал идти. «Бэм!» — окликнул Марк. «Вы там в порядке?» Она лежала, как кукла в руках мужчины, прижатая к его мускулистому торсу. Ее глаза были закрыты, на миловидном лице пребывало умиротворенное выражение. Стэйси, навскидку, оценил ее возраст как лет девятнадцать или двадцать. Он не видел какой-либо крови или других признаков травм. И хотя он не мог заметить на расстоянии ни дыхания, ни движения, женщина выглядела живой. Спит или вырублена? Может, под наркотой? Ее ночнушка была очень тонкой. Стэйси смог без труда разглядеть, что под ней ничего нет. Мужчина продолжал приближаться. Его выпученные глаза словно застыли, глядя в пустоту. Марк нервно покосился на своего товарища. «Может, он слепой?» — пробормотал Стэйси. И глухой, к тому же. Они оба повернулись к здоровяку лицом. Тот продолжал шагать. «Пожалуйста, остановитесь, сэр!» — сказал Стэйси более жестким тоном, чем раньше. «Мы сотрудники полиции. Нам нужно поговорить с вами и с этой женщиной!» Тот молча продолжал идти. «Эй! Стоять!» — он подошел почти вплотную к ним. Стоя бок о бок, они начали пятиться назад. «Ну ладно тебе, друг!» — начал Марк. Он говорил спокойным голосом, словно пытаясь урезонить пьяного приятеля. «Не валяй, дурака, хорошо? Тебе же не нужны проблемы. Мы из полиции, мы ничего плохого тебе не сделаем. Просто пообщаемся, и все!» Тот продолжал приближаться тяжелыми шагами. Они продолжали пятиться назад. «Кто эта женщина?» — потребовал Стэйси. «Ноль реакции!» «Что с ней случилось, друг?» — спросил Марк. «Ты что-то с ней сделал?» «Мы никуда не денемся», — сообщил Стэйси мужчине. «Не думай, что мы просто уйдем сейчас и дадим тебе ее утащить. Этого не будет! Все, ты допрыгался! Так что лучше давай тормози и начинай говорить с нами!» «Не затормозил и не заговорил. И что мы теперь будем делать, Стэйс? Он нифига не останавливается!» «Да вижу, я вижу!» «Так где вот-то что?» «Разобраться с ним, не волнуйся!» «Он здоровенный!» «Знаю, заметил!» «Как Шварценеггер какой-то мотива!» Двигаясь плечом к плечу, они продолжали пятиться, пока им не пришлось покинуть тротуар на перекрестке. Поглядев в обе стороны, убедились, что машин поблизости нет. Ближайший автомобиль ехал где-то далеко, в паре кварталов от них. «Мужчина сошел с тротуара. Я не могу поверить, в какой мы жопе!» — сказал Марк. «Ни в какой! Успокойся! Мы не можем даже пристрелить этого хмыря!» «Как будто я этого не знаю!» «Да хоть видишь, что он в одних трусах! Нас выебут и высушат!» Стэйси знал, что белых полицейских в этом городе распинали из-за куда меньшего, чем стрельба в безоружного чернокожего. А этот парень не мог быть более очевидно безоружен, даже если бы постарался, топая по улице в одном нижнем белье. «Доведись им применить оружие, это вызовет бурю общественного негодования. Прокуратура прогнется и возбудит на них дело. В ту же секунду, еще до всякого суда, их заклеймят коррупционерами, расистами и убийцами. Они потеряют работу, средства к существованию. Если суд признает их невиновными, город вспыхнет беспорядками, как после вердикта по делу Родни Кинга». Примечание переводчика. Имеются в виду массовые беспорядки в Лос-Анджелесе весной 1992 года, вспыхнувшие после оправдания белых полицейских, применивших чрезмерную силу при задержании чернокожего Родни Кинга. «Ни один присяжный не захочет брать это на свою совесть, так что вердикт почти наверняка будет обвинительным. Тогда Стейси и Марку светят годы за решеткой. В случае чего у нас нет шанса выпутаться», – пробормотал Марк. «Мы не можем его просто отпустить», – ответил Стейси. Пятясь, они добрались до другой стороны дороги и снова забрались на тротуар. Марк покосился на Стейси и скривился в гримасе. «И где эта чертова полиция, когда она так нужна, а?» «А меня этот парень подбешивать уже начинает». «Эй, слушай», – сказал Марк, – «а давай-ка ты останешься с ним, а я сбегаю, подмогу вызову». «Уж нет. Надо просто найти работающий телефон. Это займет не больше...» «Тут нет выигрышных вариантов, дружище. Подмога попадет под раздачу вместе с нами. Вот и все. Давай как-нибудь сами попробуем разобраться, если получится. Тогда лучше сделать это поскорее». «Ну так давай делать», – огрызнулся Стейси. Хотя летняя ночь была достаточно теплой, чтобы ходить с коротким рукавом, оба мужчины носили легкие куртки, чтобы скрывать оружие. Все еще, держа значок в вытянутом сторону подозреваемого, Стейси полез свободной рукой за своим девятимиллиметровым полуавтоматическим пистолетом. Марк достал свой револьвер 38-го калибра. Они перестали пятиться, твердо встали и прицелились. «Стоять на месте!» – крикнул Стейси. «Стой и положи женщину на землю!» – крикнул Марк. Парень не обратил никакого внимания. «Стоять!» «Ты арестован!» «Отпусти женщину!» «Положи женщину на землю!» «Отпусти ее немедленно!» «Стой!» «Положи ее, мужик, положи!» «Тебе никуда от нас не деться!» «Ты допрыгался!» «А ну, быстро положил ее, сука!» «Быстро!» «Быстро!» «Отпускай ее!» Где-то рядом взвизгнул тормозами автомобиль. Стейси резко повернул голову на шум. На другой стороне улицы распахнулась дверь остановившейся машины, и из нее выскочила женщина – привлекательная молодая блондинка с распущенными длинными волосами. Она была одета в белую футболку, джинсы и кроссовки, и держала в руке портативную видеокамеру. «Ой, бля!» – пробормотал Стейси. Марк оглянулся на нее. «От же ж срань!» Бегом приближаясь к ним, она подняла камеру. Подозреваемый почти дошел до них. Стейси хлопнул Марка по руке своим значком. «Отходим! Отходим! Назад!» Они принялись пятиться, опустив оружие. «Пропускаем их?» Спросил Марк. «Да, да!» Они отпрыгнули в разные стороны. Стейси к проезжей части, Марк к зарешоченной витрине ломбарда. Чернокожий великан, словно вообще не замечая двух полицейских, а также всего остального, прошествовал между ними и продолжил свой путь дальше, уходя прочь с девушкой в руках. Стейси убрал пистолет в кобуру и повернулся лицом к объективу камеры. «Мисс, у нас тут серьезная ситуация. Давайте-ка вы сейчас вернетесь в свою машину и поедете дальше». Держа камеру перед лицом, женщина потянулась свободной рукой и нажала кнопку. Загорелась лампочка на мгновение, ослепившая Стейси. Он прищурился и отвернулся. «Эй, дамочка!» — рявкнул он. «Вы мешаете работе полиции!» — взорвал на нее Марк. «Уберите от нас эту камеру!» «Вы да не обращайте на меня внимания», — сказала она спокойным и слегка ироничным тоном. «Пожалуйста, продолжайте заниматься своими делами, как будто меня...» «Они уходят!» — напомнил Марк. «Да-да!» — Стейси повернул голову и посмотрел, как гигант удаляется медленными, тяжелыми, но весьма широкими шагами. «Вот дерьмо, а!» «Над переговорить, Стейс!» Марк схватил его за руку и потащил крыльцу магазина. «А вы, дамочка, держитесь от нас подальше!» Они нырнули в небольшую нишу двери. Ни один бомж не использовал ее, как свою спальню. Но Стейси споткнулся о старый телефонный справочник и едва не упал. Марк поймал его. «Спасибо, братан!» Они наклонились поближе друг к другу. Женщина держалась поодаль, но продолжала снимать их камерой. «Что делать будем?» — спросил Марк. Стейси повернулся спиной к женщине. «Рот ладонью прикрой!» — прошептал он. «Если не хочешь, чтобы весь мир читал по твоим губам!» «Бля, ой, какой же пиздец нам приятель!» «Не надо было вообще останавливаться!» «Дам не жить! Делать-то что будем!» «Тут теперь что не делай, а нас поимеют!» «Хочешь, я разберусь с этой сукой?» — спросил Марк. «Этого еще не хватало!» «Да знаю я, дружище, знаю!» «Но все-таки делать-то что?» «Я знаю, что я точно не сделаю, я не позволю тому ублюдку уйти и утащить эту девку!» «Ну и как ты его остановишь?» «Любыми средствами!» «Ты ведь огребешь за это!» «Слушай, нет смысла нам обоим лезть под раздачу!» «Оставайся тут или возвращайся к машине, неважно!» «Погоди, есть план!» «Я разберусь с этим Голиафом, а ты иди ищи телефон и вызывай подкрепление!» «А ты ж вроде сказал, все кончится до того, как они приедут, я позабочусь об этом!» «Таким образом, никто не будет виноват, кроме меня!» «Блин, Стейс, да ладно!» «Что-то такое все равно должно было случиться рано или поздно, работа такая!» «Я не могу тебе позволить!» «Ты, главное, сам не замарайся, ладно?» «Просто не лезь, не давай им повода тебя прицепить!» «Нихрена не говори этой бабе! Я знаю таких! На нее раз не так посмотришь, и уже жалобу пишут!» «Просто игнорируй ее и иди искать телефон! Все понял?» «Да, ну, пошел!» Он хлопнул Марка по плечу, затем оторвался от него и побежал по тротуару. Парень к тому моменту уже успел здорово удалиться. Стейси прибавил скорости. «Полиция!» — выкрикнул он. «Стой на месте и женщину отпусти! Остановись и положи ее!» Мужчина продолжал шагать. Стейси быстро нагонял его. «Ты арестован! Стоять! Отпусти ее!» Тот не сделал ничего из этого. Стейси достал пистолет. Где-то далеко позади женский голос вскрикнул. «Нет, не трогайте меня! Пустите!» Он оглянулся и увидел, как Марк вырывает камеру из рук женщины. «Нет!» «Но дело было уже сделано! Черт возьми, Марк! Ну нахрена! Зачем ты это сделал?» Со слезами, внезапно навернувшимися ему на глаза, Стейси промчался последние несколько шагов и обрушил рукоятку пистолета на лысую блестящую макушку здоровяка, вложив в удар всю силу, какую смог собрать. Раздался звук, как от удара болотком по кокосовому ореху. Пистолет отскочил. От удара голова мужчины лишь немного покачнулась, но он не дернулся, не вскрикнул от боли, не пошатнулся, не упал на колени, не рухнул без сознания. И кровь у него не потекла. Он просто продолжил идти. Стейси бросился на него снова и с размаху врезал пистолетом ему в висок, раскроив кожу чуть выше уха. Рассеченная кожа выглядела влажной в свете фонарей, но не кровоточила. Стейси услышал позади крики. «Сволочь, ублюдок, отдай! Это частная собственность! Ты не имеешь права!» Стейси уклонился от идущего гиганта, бросился ему на перерез и развернулся. Парень по-прежнему топал по асфальту со своими выпученными глазами и спокойным выражением лица, будто потерянный в мире грез. Позади Марк мчался по тротуару с камерой в руках, убегая от ее владелицы. «Не имеешь права!» — орала та, гонясь за ним. «Это мое, стой, козел!» Убрав пистолет в кобуру, Стейси бросился вперед и попытался вырвать девушку из рук гиганта. Но тот держал слишком крепко, и его горячие и скользкие руки бугрились толстенными сильными мускулами. Стейси не мог разжать его хватки. Как не мог и остановить мужчину, который просто продолжал идти, толкая его назад своим массивным телом. Стейси отказался от этой затеи и отскочил в сторону. Марк, подбежавший сзади, поднял камеру высоко над головой обеими руками и обрушил ее на макушку подозреваемого. «Нет!» — закричала женщина. «Свинья! Мусор, ебаный!» Камера отскочила от блестящей черной головы, полетела в бок и упала. Успел ударить здоровяка по плечу, прежде чем грохнуться на асфальт. Тот, казалось, даже не заметил этого. Марк прыгнул ему на спину и применил удушающий прием, так называемый усовершенствованный захват сонной артерии. «Применение смертельной силы». С точки зрения большинства обывателей, все равно, что огонь на поражение. Оторвавшись от земли, Марк повис на его шее. Возмущенная хозяйка камеры проскочила мимо Марка и гиганта и бросилась к Стейси. «Вы видели, что он сделал? Вы видели? Украл мою камеру, уничтожил ее. Я хочу, чтобы вы его арестовали». «Идите отсюда, дамочка! Я требую, чтобы вы арестовали его!» «Пожалуйста, не путайтесь под ногами». Они вдвоем попятились, держась впереди гиганта, который уверенно топал мощными ногами вперед, невзирая на ношу в виде девушки в его руках. «И Марка на спине!» Удушающая хватка должна была уже свалить его, перекрыв ток крови к мозгу в считанные секунды и вызвав потерю сознания. «Но похоже, она не оказывала никакого эффекта!» «Слезай с него!» — крикнул Стейси. Марк продолжал висеть. «Это не работает! Отпусти его, Марк!» Тот послушался и повалился со спины великана. Он пошатнулся, сделал несколько неуверенных шагов, но сумел устоять на ногах. «Иди возьми ее камеру!» — рявкнул Стейси. Не задавая вопросов, Марк развернулся и побежал подбирать камеру. «Да что теперь-то толку?» — хныкала женщина. «Она сломана! Он ее вдребезги разбил! Не нужна она мне!» «Купим вам новую, дамочка!» Они продолжали пятиться назад, стараясь держать безопасную дистанцию с пучеглазом мускулистым подозреваемым. «Я хочу, чтобы вы арестовали этого офицера!» — заявила женщина. «Дамочка, вы слепая! Вы разве не видите, что у нас здесь за ситуация? Подонок похищает эту женщину! Меня это не касается! Это вас достаточно касалось, чтобы лезть со своей камерой, когда мы пытались ее остановить! Безмозглая ты!» «Ну так останавливайте, идите! Сейчас-то я вас вроде бы не снимаю, так?» Марк прибежал к ним со сломанной камерой в руке. «Пленка еще там?» — спросил Стейси. «Ага», — выдохнул Марк, пробегая трусцой мимо чернокожего культуриста. «Доставай!» Марк обогнал мужчину, затем притормозил и начал изучать камеру. «Берегись!» — он оглянулся через плечо, охнул и прибавил шагу. «Вы даже не представляете, какие у вас будут проблемы!» — крикнула женщина. «Если не отдадите мне эту запись...» «Тулика!» — сказал Стейси. «Доказательство, что вы препятствовали действиям сотрудников полиции!» «Чушь собачья!» — Марк вытащил кассету из камеры. «Достал!» Он отшвырнул пустую камеру в сторону, позволив ей с грохотом упасть на асфальт. «Грёбанная свинья! Фашистский ублюдок!» — вскрикнула женщина. «Полегче, дамочка!» — сказал ей Стейси. «Предлагаю вам сейчас просто пойти...» «Отдай мою кассету!» — заорала она. «Это собственность поли...» Внезапно она бросилась на Марка. Удивлённо распахнув глаза, он поднял кассету высоко над головой. Когда она прыгнула на него, задрав руку вверх, он увернулся. Она завизжала, пролетев мимо, и врезалась в девушку на руках у здоровяка. Стейси увидел, как бесчувственное тело дёрнулось от удара. Но столкновение не оказало никакого эффекта на чернокожего мужчину. Он даже почти не замедлился в своём уверенном шествии с пленницей на руках. Женщина отскочила от них, как мячик от гранитной стены, и повалилась на тротуар. Девушка в объятиях гиганта вдруг повернула голову и уставилась на Стейси, часто моргая. Она жива, но на её лице внезапно появилось изумлённое и испуганное выражение, когда великан споткнулся о распростёртую на тротуаре женщину, накренился и полетел головой вперёд. Он начал неконтролируемо падать, со всё тем же отсутствующим пустым взглядом, словно ему всё равно, словно он даже не осознавал, что с ним происходит. Он её раздавит! Стейси метнулся вперёд, пытаясь помочь девушке, но даже подхватив её под спину и ноги, он почувствовал, как его сносит назад неостановимой силой, как малого ребёнка, приливной волной. Внезапно грохот выстрела прорезал ночь. Огромная блестящая голова над ним дёрнулась вправо. Тёмный фонтанчик под действием обратной тяги вырвался из левого виска гиганта. Почти в то же мгновение правая сторона его головы словно взорвалась. Прошедшая насквозь пуля пролетела дальше, врезавшись в витрину магазина. В момент, когда стекло начало рассыпаться на осколки, до него долетели брызги красной жижи, смешанные с кусочками мозга и костей черепа. Падая назад, Стейси крепко держал девушку. Хотя бы смягчу её падение, а этот ублюдок мёртв. Он приподнял голову в момент падения, чтобы не получить сотрясение мозга. Мгновение спустя исполинская туша с размаху прижала девушку к его груди. Чудовищный вес давил на него лишь несколько секунд. Поначалу он подумал, что это Марк оттаскивает тело, но потом осознал, что чернокожий великан пытается приподняться сам. Невозможно. Ему вышибли мозги. Ещё мгновение спустя тот уже стоял на коленях, возвышаясь над Стейси. Но Стейси всё ещё держал девушку. Хотя у чернокожего парня было на лице всё то же отсутствующее равнодушное выражение, он начал деловито засовывать указательный палец во входное отверстие на своём левом виске, словно пытаясь измерить его глубину. «Стейси!» Голос Марка прозвучал визгливо и немного безумно. Стейси повернул голову и увидел, что Марк стоит на проезжей части и отступает неуверенными шагами назад, опустив револьвер в дрожащей руке. «Стейси! Что он там делает?» Указательный палец мужчины уже вошёл в рану до конца, по самую костяшку. «Что он там делает пальцем, Стейси?» Стейси услышал виск шин, затем басисты тыц-тыц-тыц, включённый на полную громкость аудиосистемой. Лучи фар скользнули по Марку, но Марк, похоже, ничего не заметил, он лишь тарающегося на поднимающегося мертвеца. «Марк, берегись!» Летевшая на огромной скорости машина протаранила его и умчалась прочь, грохоча музыкой, словно дикарский барабан. Марк, подлетевший в воздух, как тряпичная кукла, напоминал циркачаек-вилибриста, которого расстреляли в воздухе. Он бесформенной грудой рухнул на асфальт. «Нет!» — закричал Стейси. Мертвец, теперь вставший на ноги, медленно развернулся в сторону улицы, словно заинтересовавшись судьбой Марка. Это было невозможно. Стейси знал, что этот парень никак не мог быть жив. С пулей 38-го калибра, прошедшей насквозь через всю голову. Но каким-то образом он всё равно стоял, распрямившись во весь рост, и смотрел в другую сторону, пока что... Так быстро, как мог, Стейси перевернулся, выпуская из-под себя девушку. Та лежала на спине и моргала, глядя на него снизу вверх сквозь слёзы. Её сотрясали судорожные всхлипы. «Вам больше ничего не грозит», — прошептал он. «Мы вас сейчас эвакуируем. Вы не ранены?» Оглянувшись через плечо, он увидел, как мертвец начинает поворачиваться в его сторону. «Времени нет!» Стейси подхватил девушку на руки и побежал. Та подскакивала в его руках, её голова прыгала вверх и вниз. Она оказалась крупнее, чем выглядела в объятиях гиганта. И тяжелее, чем он ожидал. Но Стейси был сильным, он уверенно держал её в руках, не избавляя темпа. Довольно скоро он понял, что их никто не преследует. Стейси оглянулся через плечо, потом притормозил, остановился и развернулся. Мертвец даже не пытался за ними гнаться. Он стоял посреди тротуара уже почти в целом квартале от них и смотрел в их сторону. Как и Стейси, он держал на руках блондинку. Но его женщина вряд ли была в сознании. И вместо белой ночной сорочки была одета в футболку, джинсы и кроссовки. Покойник поглядел в направлении Стейси и своей предыдущей пленницы. Затем медленно развернулся. И неторопливо, неуклюже пошёл прочь. Стейси перевёл взгляд на Марка, лежавшего в неестественной позе на асфальте. Потом вновь перевёл взгляд туда, откуда прибежал, как раз чтобы увидеть, как великан скрывается в подворотне со своей добычей. Когда они скрылись из виду, Стейси огляделся и заметил таксофон на другой стороне улицы. «Возможно, Марку уже слишком поздно помогать, даже скорее всего, но никогда нельзя знать точно». Он побежал к телефону, держа на руках девушку, которую они с Марком только что спасли. Вот один только бог знает от чего. А Стейси этого знать не хотел. Но одна любопытная дамочка, вероятно, вскоре узнает. «Как жаль, что она не сможет это снять на камеру», — пробормотал Стейси. «Чего?» — спросила девушка. «Да так, ничего», — ответил он. Текст читал Владимир Князев. Перевод — Александр Семушкевич. Конец рассказа. Ричард Лайман. «Живые мертвецы». Райан знал о находящемся глубоко в лесу озере, вдали от каких-либо дорог. Поэтому именно туда мы отправились, дабы не быть съеденными заживо мертвецами, кишащими в нашем городе. Мы спрятали его машину среди деревьев и отправились пешком, прихватив с собой рюкзаки. Хотя вокруг не было никаких признаков живых мертвецов или кого-то еще, мы были настолько напуганы, что проводили дни и ночи прячась. Мы жили в зарослях кустарника. В центре было свободное пространство, достаточно большое для нас двоих. Хоть мы и не могли в нашем укрытии выпрямиться в полный рост, нам хватало места, чтобы сидеть или лежать в бок о бок на одеялах. Питались мы запасами из рюкзаков. Огонь мы не разводили, переговаривались исключительно шепотом. Спали по очереди, пока один из нас дежурил. Проснувшись, коротали долгие часы, вглядываясь в окружающую нас местность. Несмотря на то, что мы заполнили густыми ветками большие щели нашего укрытия, сквозь небольшие прорихи в листве можно было вести наблюдение. Как правило, за озером наблюдала я. В день нашего приезда я задала вопрос Райану. — Как называется озеро? — Не знаю, — прошептал он. — Не думаю, что у него есть название. Во всяком случае, на картах оно никак не обозначено. — У него должно быть название, — прошептала я. Он улыбнулся. — Назови его сама. Дай ему какое-нибудь имя. — Это твое право, — сказала я. — Это ведь твое озеро. — Чего это оно, мое озеро? — Ты привел нас сюда. Здесь никого нет, кроме нас. Ты должен дать ему имя. — Ну, ладно. Наклонившись поближе ко мне и пристально глядя мне в глаза, он прошептал. — Я назову его Озеро Мэри. — Подлизываешься? Он мягко рассмеялся, а я в ответ поцеловала его. Мы какое-то время целовались, а потом я начала расстегивать его рубашку. Но он остановил мои руки и покачал головой. — Лучше не делать этого, — прошептал он. — Уж будь уверена, как только мы начнем валять дурака, в ту же минуту они появятся. — Ах ты, кайфоломщик. Лучше обезопаситься, чем умереть. — Ну, раз ты так говоришь. Нам следует быть начеку, пока у нас не будет абсолютной уверенности в том, что никого из них поблизости нет. — И сколько времени это займет? Он пожал плечами. — Несколько дней, не знаю. Видно будет. — Как скажешь, — пробормотал я, стараясь не выдать того разочарования, которое я испытывала. И вот мы выжидали в нашем укрытии. Когда я не спала, я проводила долгие часы, наблюдая за Озером Мэри. Хотя мне было велено высматривать живых людей или оживших мертвецов, я была очарована красотой озера. Каждое утро, прямо перед восходом солнца, оно выглядело гладким и серым, как резервуар с расплавленной сталью, а с его поверхности поднимался мягкий белый туман. Сосновый лес, окруживший озеро, оставался серым и призрачным. После того, как туман рассеивался, озеро приобретало глубокий чистый голубой цвет, как и небо, а леса приобретали сочные оттенки зеленого. Ближе к закату вода вспыхивала золотыми и огненно-красными отблесками. Затем наступали сумерки, мое любимое время. Не только озеро, но и сам воздух приобретал темно-синий оттенок. Воцарялась особая тишина. За пределами нашей чащи крошечные золотистые точки вспыхивали и гасли, когда мимо пролетали светлячки. Время от времени раздавался далекий всплеск, выпрыгивающий из воды рыбы. Что-то в красоте и умиротворении сумерек вызывало тоску в моей душе. Я испытывала радость, надежду и всепоглощающую печаль одновременно. Ночью озеро казалось абсолютно черным. Лунный свет серебря мерцающую поверхность прокладывал дорожку прямо к нам. Не было видно ни огней в хижинах или в доках, ни в каютах лодок, ни походных катеров. Только лунный свет да свет звезд и маленькие дрейфующие огоньки светлячков. Ночью Райан выбирался из нашего укрытия и прокрадывался к кромке воды, чтобы наполнить наши пластиковые бутылки. Хотя я и хотела пойти с ним, он всегда шептал «Это слишком опасно, просто жди здесь, а я сейчас вернусь». Затем он оставлял меня одну. Сквозь окно, ведущее во внешний мир, я наблюдала, как его темная фигура торопливо спускается к кромке воды, приседает, чтобы наполнить бутылки, а затем спешит обратно наверх по склону к нашим зарослям. Каждую ночь он благополучно совершал такие вылазки, но все равно не позволял мне спускаться к воде. «Это слишком опасно», — повторял он. Но никогда ничего не происходило. Он возвращался и вручал мне бутылку с водой. В моей руке она всегда была очень холодной и мокрой. В нашу первую ночь на озере я набрала в ладонь немного воды и ополоснула ею лицо. «Лучше не переводить воду по псту», — прошептал Райан. После этого я только пила воду и больше никак ее не использовала. Просто утоляла жажду. Я не осмеливалась попытаться помыться, хотя от меня и попахивала. Одежда казалась жесткой, а кожа везде чесалась. День за днем, ночь за ночью я смотрела на озеро Мэри. Я тосковала по нему. Мне до боли хотелось сбросить свою грязную одежду и скользнуть в его холодную воду. И день за днем, ночь за ночью мы вообще никого не видели, не говоря уже о зомби. Затем однажды утром я проспала допоздна. У меня была плохая ночь, начавшаяся с кошмара о том, как меня по пустой улице преследуют зомби. Зомби этот был очень тощим и костлявым, как узник концлагеря. Судя по его виду, он не мог быть шустрым. Однако, как бы быстро я ни бежал, он продолжал меня нагонять. И смеяться при этом. На нем не было ничего, кроме пластикового нагрудника, украшенного ярко-красным лобстером, как и обычно используется в некоторых ресторанах морепродуктов. Нагрудник хлопал его по груди, когда он гнался за мной. Ниже впалого живота покачивались и шлепали по бедрам гениталии. В одной руке он держал деревянный молоток, которым размахивал над головой. Каждый раз, когда я оглядывалась, он был все ближе и ближе, пока напоследок, оглянувшись через плечо, я не увидела его всего в шаге от себя. Хохотнув, он резко саданул меня в лицо молотком. Я, вздрогнув, проснулась. Ночь была темной. Райан лежал рядом со мной и крепко спал. Я немного посидела, пытаясь отдышаться. Затем снова легла на свое одеяло, закрыла глаза и стала ждать, когда вернется сон. Но на этот раз, как я надеялась, без такого ужасного кошмара. Как раз в тот момент, как я уже практически заснула, я услышала тихий хрустящий звук. Как будто кто-то сделал шаг где-то за пределами нашего круга из зеленой растительности. Мои глаза резко распахнулись. Я опялилась в темноту прямо перед собой, боясь пошевелиться. Я едва дышала. Сердце колотилось быстро и сильно. Я прислушивалась, не раздадутся ли еще чьи-нибудь крадущиеся шаги. Слушала, ждала и уговаривала себя не волноваться. Этот звук мог быть всего лишь следствием падения сосновой шишки на землю или ветки. Возможно, причиной беспокойства было маленькое снующее туда-сюда животное. Однако, что бы я себе ни говорила, я не могла избавиться от мыслей, что то, что я слышала, было шагами зомби. Может быть, кого-нибудь очень похожего на создание из моего ночного кошмара. Прямо сейчас он мог неподвижно стоять по другую сторону нашего укрытия, прислушиваясь, в ожидании малейшего звука от меня или от Райана. Час, второй или дольше я оставалась неподвижной, с широко открытыми глазами и напряженными мышцами. В конце концов, я, должно быть, уснула, а проснулась разгоряченной и потной, с лучами солнечного света на лице. Я пережила эту ночь. Но когда я повернула голову, то увидела, что Райана рядом со мной больше нет. Мое сердце сжалось от страха, я, поднялась на колени и выглянула в просвет между кустов. Райан, повернувшись ко мне спиной, стоял по колено в озере. На нем не было никакой одежды, в руках он держал рыболовную удочку. Он, должно быть, наконец-то решил, что наш район достаточно безопасен, чтобы мы могли выбираться наружу при дневном свете. «Самое время», — подумала я. И тут же вспомнила тихий звук, который услышала прошлой ночью возле наших зарослей. «Это ничего не значит», — сказала я себе. «Здесь никого нет. Никого, кроме нас». Райан не слышал, как я выползла из нашего укрытия, но полминуты спустя он услышал, как я крикнула «Доброе утро, дорогой!». Это заставило его обернуться. На его лице появилась улыбка, когда он смотрел, как я. Голышом мчусь вниз по берегу, смеюсь и машу ему рукой. Я бросилась в озеро, высоко поднимая колени, шлепая ступнями по воде. Ледяные брызги летели на мою разгоряченную кожу. Когда вода начала замедлять мои шаги, я нырнула. Оставаясь на поверхности, я плавно двигалась сквозь тишину. Вода скользила по моей коже, слизывая жар, успокаивая зуд, лаская меня повсюду своей гладкостью. Я вынырнула, чтобы глотнуть воздуха, и увидела, что Райан плывет ко мне. Я двинулась ему навстречу. Мы встретились, обнялись, поцеловались и погрузились в воду. Разъединившись, наконец, мы поспешили всплыть на поверхность. По освещенному солнцем лицу Райана текли струйки воды, когда он хватал ртом воздух. Когда мне почти удалось отдышаться, я сказала «Айда к берегу, пока мы не утопили друг друга». Он кивнул. Бок о бок мы поплыли к берегу, нащупав дно, встали на ноги и выбрались из озера. Голые и дрожащие мы взобрались на поросшую травой насыпь. Наверху мы оба огляделись по сторонам, так, для уверенности. Потом, повернувшись друг к другу, придвинулись поближе и обнялись. У нас обоих бегали мурашки по коже, а наши соски затвердели. Хотя поначалу наша мокрая кожа и казалась ледяной, вскоре она согрелась. Вскоре и у Райана все разогрелось. Мы стояли там, целуясь и поглаживая друг друга, пока вода стекала по нашим телам. Солнце жарко припекало мне макушку и плечи. Мягкий, несильный ветерок скользнул по моему обнаженному телу. Руки Райана блуждали по моим бокам, спине и ягодицам. В то время как мои руки проделывали аналогичные маршруты по его телу. Вскоре он оторвал от меня свой рот и слегка отодвинулся назад. За исключением наших рук, все еще находящихся на спинах друг друга, наши тела соприкасались только в трех местах. Глядя мне в глаза, он сказал, «Ну, наконец-то!» «Как раз вовремя», — сказал я дрожащим голосом. «Надеюсь, что это безопасно». «Если здесь достаточно безопасно ловить рыбу», — сказала я, — «то это тоже». «Надеюсь». «Прямо здесь?» — спросила я. «Если ты этого хочешь». Я нетерпеливо кивнула. «О да, я хотела этого». Глаза Райана метнулись в сторону. Мне уже приходилось видеть такой взгляд уже тысячу раз. Так что я тоже посмотрела. Мы стояли там обнаженные, обнимая друг друга за спиной. Мои соски касались его груди, его эрригированный член упирался мне в живот. Наши головы поворачивались, когда мы осматривали озеро, береговую линию, поляну, лес. Я видела бабочек и птиц, вспыхнувшую серебром выпрыгивающую рыбу в озере. Но людей не было. Однако не успела я обернуться, как почувствовала отсутствие прикосновения к своему животу со стороны Райана. Меня это не удивило. «Наверное, нам лучше забыть об этом», — сказал он. «Ну, раз ты не хочешь». «Не то, чтобы я не хочу, но стоит мне только подумать об этих чертовых тварях». И он наклонил голову, посмотрел на себя и покачал головой. «Ну так не думай о них», — прошептала я. Улыбнувшись, я опустила руку в пространство между нами. «Думай об этом». Когда мои пальцы щекотали его и скользили по нему, я слегка покачивалась, задевая его грудь своими сосками. Он снова стал твердеть. Затем я оказалась на коленях, мои губы медленно скользили вверх и вниз по всей его твердой длине. Вскоре после этого я уже стоял на четвереньках над Райаном. Лежа на спине, подо мной он целовал, облизывал, посасывал мои груди, каждую поочередно, в то время как одна его рука ласкала мои изгибы, а другая кладила и проникала у меня между ног, пока я извивалась и стонала. Когда это стало невыносимо, я стала опускаться на Райан, словно оседая на посадочное место. Посадочное место с торчащим вверх внушительным столбом. Когда я спускалась, он медленно скользил мне внутрь, наполняя меня, продвигаясь высоко и вглубь. Склонившись над ним, я держала его за плечи и смотрела в его обезумевшие глаза. Он ласкал мою грудь и осторожно продвигалась вверх, освобождаясь от его толстой длины, пока она не стала просто скользким прикосновением к моим губам, прежде чем я снова начала спускаться. «О, Боже!» — застонал Райан, и его дрожащие руки крепче сжали мою грудь. Вот тогда я хмыкнула, запрокинула голову и увидела, что мы не одни. Трое из них, спотыкаясь, направлялись к нам от опушки леса. Райан рванулся вверх, войдя в меня полностью. Я повернула голову направо, в этом направлении ни одного. Райан сделал еще один толчок. Слева тоже никого нет. Трое напиравших на нас с фронта тупо пялились на нас тусклыми пустыми глазами, пока, пошатываясь, приближались. Их вялые рожи были серыми, их одежда была грязной и изодранной в лохмотье, или же вовсе отсутствовала. Я оглянулась через плечо, и никого позади нас не обнаружило. Задыхаясь и кряхтя, Райан шел вверх, как таран, пульсируя, толкаясь, и, наконец, извергся в меня. Я отдернула его руки от своих грудей и навалилась на него всем телом. Райан обхватил руками мою спину. «Боже!» — выдохнул он. «Ух!» «Личего себе!» «Тссс!» «О, боже, это было!» Отдышавшись, он улыбнулся и покачал головой. «Фантастика!» — выдохнул он. «Итак, они здесь!» — прошептала я. «Приближаются!» Его глаза выпучились. Внутри меня он начал скукоживаться. «Их трое!» — сказала я. «А может быть, даже и больше!» С огонь и в глазах он пробормотал. «Ой, боженьки!» «Мне очень жаль!» — прошептала я. «О, господи! Я-то думал, что здесь безопасно!» «Может, уже нигде не безопасно!» «Насколько они близко!» Я подняла голову. «Они были примерно в двадцати футах от нас. Они приближались, шатаясь и совсем не торопясь, как будто их не волновало, что мы можем убежать. Словно решили, что уже поймали нас. Они стонали. Толстый, лысый парень в середине группы облизывал губы, как плохой актер, которому велено выглядеть голодным. Парень справа от него пристально смотрел на нас и массировал культю левой руки. Мальчик-подросток слева, совершенно голый, раскинул руки и как будто уже тянулся ко мне. У него также был стояк, указывающий на двенадцать часов, который покачивался туда-сюда, пока он к нам ковылял. «Я слышу их», — прошептал Райану. «Боженьки, боженьки!» Мягкий, сжавшийся, он выскользнул из меня. «Бежим отсюда!» — сказала я. «Если можно добраться до озера!» Я начала слезать с Райана, но он ухватил меня за руки. «Стой!» — выдохнул он. «Погоди!» Его пальцы впились в меня. «Какого?» Его лицо стало пепельным. Я никогда не видел такого страха в его глазах. «А вдруг они и в озере тоже?» «Да нет их там!» «А может и есть!» «Мы же были в озере!» «Но...» «Пусти меня!» Вместо того, чтобы отпустить, он отшвырнул меня в сторону. Я ударилась о землю, а он перекатился на меня сверху. Сидя у меня на животе и прижимая меня к земле, Райан поднял голову и увидел тех самых трех парней, которые к нам приближались. Он взвизгнул. Его голова моталась туда-сюда, когда он пытался разглядеть, не приближается ли еще кто-нибудь с других сторон. Затем он, моргнув, посмотрел на меня сверху. Я сказал, «Райан!» Он сказал, «Задержи их!» Затем он отпустил мою левую руку и припечатал мне кулаком в лицо. Удар развернул мою голову, но не вырубил. Слишком ошеломленное, чтобы пошевелиться, я наблюдала, как Райан слез с меня, развернулся и исчез из поля моего зрения. Я постаралась сесть, но у меня не вышло. А потом... Потом они накинулись на меня. Я была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Кроме того, какой в этом был смысл? Один укус, и со мной будет все кончено. Я заражусь и стану такой же, как и они, если только они не сожрут меня целиком. Их рты были повсюду, на моем собственном рту, на моих руках, на моей груди и животе. Они облизывали, посасывали, кусали. Один рот даже оказался у меня между ног. Язык проник у меня там, внизу. Я корчиваясь на земле, задыхаясь под их весом, они хрюкали и обслюнявливали меня со всех сторон. Я ощущала, как впивались их зубы. Вот и все, — подумала я. Мне конец. Странно, но я не испытывала страха. Я смирилась со своей участью. И я обнаружила, что на самом деле мне все равно. Казалось, что все в порядке. Все не так уж и плохо, — подумала я. Я вдруг поняла, что на самом деле испытываю возбуждение. И то, что они делали со мной, ощущение боли от их зубов в моей плоти, только обостряло мою похоть. Я извивалась и тряслась под ними. Я сорвала с нападавших то немногое, что на них сохранилось, и вскоре мы уже четверо оказались голыми. Мы боролись, блестя в солнечном свете. Я слизывала кровь и пот с их тел. Я отсосала у однорукого мужчины, оказавшись на вершине кучи. Я насадилась на подростка. Он задыхался и извергался. А я сосала обрубок однорукого мужчины, пока мальчик подо мной сжимал мои груди, а толстяк брал меня сзади. Мы все еще занимались этим, когда начали раздаваться крики. Я оглянул через плечо, но толстяк на моей спине заслонил от меня панораму озера. Это всего лишь твой парень, произнес он и сделал толчок. Иди вот, все-таки сунулся в озеро, сказал однорукий чувак. Надо держаться подальше от озера, сказал толстяк. Именно об этом мы и пришли тебя предупредить, сказал парнишка, лежавший на спине подо мной и ласкающий мою грудь. Там зомби, сказал однорукий. Они могут оставаться под водой вечно, заключил парнишка. Им нет нужды всплывать за воздухом. Они поднимаются время от времени, чтобы пожирать людей, сказал толстяк. Райан снова пронзительно вскрикнул. Спасибо за предупреждение, сказала я. Раду служить, сказал однорукий. Ага, сказал толстяк и протаранил меня снова. Нам очень приятно, сказал пацан. И мне тоже, сказала я им. И мы продолжили. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Перевод Дмитрий Епифанов. Ричард Лайман. Шуба. В тот вечер Джанет пришла в театр в своей белой горностаевой шубе. Давали кошек. Кошки. Мюзикл английского композитора Ллойда Вебера по мотивам сборника детских стихов «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом. Премьера мюзикла состоялась 11 мая 1981 года на сцене нового лондонского театра. А 7 октября 1982 года состоялась премьера на Бродвее. Она пошла одна. Этот вечер должен был стать для нее сигналом к новому началу. Она не баловала себя посещением спектаклей с тех пор, как умер Гарольд. Он обожал театр. За 8 лет их брака они много раз смотрели кошек вместе. Теперь, когда он был мертв уже больше двух лет, Джанет решила, что ей нужно перестать скорбеть, прекратить жалеть себя и продолжать жить дальше. Посещение кошек было со стороны Джанет последней данью уважения Гарольду. Горностаевую шубу она надела также в знак уважения к нему. Это была великолепная шубка с мехом белым, как свежевыпавший снег, и мягким, как пух. Подарок Гарольда. Она взвизгнула от восторга в то утро, когда нашла ее под рождественской елкой. Поскольку у них не было детей, и они отмечали праздник в одиночестве, Джанет сразу же сбросила халат и ночную рубашку. Она приласкала свое обнаженное тело роскошным мехом шубы, затем просунула руки в рукава и закружилась, демонстрируя себя Гарольду. И с благодарностью скользнула ему в руки. Поцеловала его, крепко обняла, раздела, толкнула на пол. Там, стоя над ним на коленях, в одной только своей новой замечательной шубке, она гладила его, целовала повсюду, лизала и покусывала, и, наконец, приняла его в себя. Позже он сказал, «Боже мой, жаль, что я не купил тебе эту шубу много лет назад. Ты не мог себе этого позволить». «Ну и что? Долг, где твое жало?» «Долг, где твое жало» — перефразированное выражение «смерть, где твое жало». «Ад, где твоя победа» — первое послание к Коринфянам. В течение следующих несколько месяцев Джанет надевала шубку каждый раз, когда Гарольд брал ее с собой на ужин или в театр. Несколько раз, когда на их вечерних мероприятиях не нужно было снимать верхнюю одежду, она надевала под шубку только подвязку и чулки, что буквально сводило Гарольда с ума. Шубка всегда заставляла Джанет чувствовать себя особенной. Она предполагала, что отчасти это было из-за того, что Гарольд потратил на ее покупку небольшое состояние. Отчасти потому, что она выглядела такой чистой и красивой, была такой мягкой и гладкой на ощупь. Но главным образом потому, что она изменила их брак. Шуба не только провоцировала их на грубую животную похоть, но и вызывала приливы нежности, смеха, вдохновляла придумывать все новые и новые сюрпризы и авантюры. В первую ночь, когда она осталась в доме одна после несчастного случая с Гарольдом, Джанет взяла шубу с собой в постель. Она рыдала, зарывшись лицом в шелковистую шерсть, и заснула, сжимая ее в объятиях. Однако вскоре шуба перестала приносить ей утешение, стало лишь напоминанием о ее потере. Она не могла смотреть на нее, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к ней, носить ее, и поэтому Джанет убрала ее в шкаф. Она оставила ее там и не доставала. Не доставала уже более двух лет. До того дня, когда она, расчесывая свои густые каштановые волосы перед зеркалом на туалетном столике, не заметила серебряную нить. Ее первый седой волос. «Но мне всего 36!» «36! Это еще не старость!» Хотя, видимо, тот самый возраст, чтобы начать сидеть. Именно тогда Джанет решила, что нужно продолжать жить дальше. Она позвонила в театр Баркли и забронировала место на мюзикл «Кошки» в субботу вечером. Затем она достала из шкафа свою горностаевую шубу. В Баллокс она купила по этому случаю элегантное черное вечернее платье. Баллокс — сеть универсальных магазинов полного ассортимента, существовавшая с 1907 по 1995 год со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, расширявшаяся и работавшая по всей Калифорнии, Аризоне и Неваде. Многие бывшие магазины Баллокс продолжают работать как Мэйсис. В день представления Джанет отправилась в салон красоты. Она подумывала о том, чтобы покрасить волосы, но ей нравился ее естественный цвет. Кроме того, идея закрасить седину показалась ей трусливой. Лучше было принять это, смириться с осознанием того, что ее жизнь продолжается, идет своим чередом и использовать каждый следующий день с максимальной пользой. Она подстриглась очень коротко, отчего стала выглядеть дерзко и чуточку моложе. В тот вечер перед выходом она некоторое время стояла перед большим в полный рост зеркалом в прихожей и разглядывала себя. Элегантное платье с глубоким вырезом было совершенно новым. Горностаевая шуба тоже выглядела новой, и Джанет чувствовала себя совершенно по-новому. «Если бы только Гарольд мог видеть меня сейчас», — подумала она. Ее глаза наполнились слезами. Перед выходом из дома ей пришлось заново накрасить ресницей. Поездка в Голливуд заняла полчаса. Вместо того, чтобы искать свободные места на парковке, она оставила свой «Мерседес» на ярко освещенной платной стоянке в четырех кварталах от театра. Дул холодный осенний ветер. Джанет чувствовала себя комфортно в своей шубе. Она забрала свой билет в кассе. В тепле фойе Баркли сняла шубку и перекинула ее через руку. Сев на свое место, она сложила ее, положила на колени и гладила во время спектакля. Будто кошку, лежащую у нее на коленях. Но ни в одной кошке никогда не было такого великолепного, приятного меха. Джанет никуда не пошла во время антракта. Вместо этого она встала перед своим креслом и огляделась по сторонам. Конечно, она не увидела знакомых лиц, но заметила нескольких женщин в мехах. В основном в палантинах, а не в шубах. Большинство женщин, носивших меха, были значительно старше Джанет. Некоторые даже очень старыми. Неужели она была единственной женщиной в театре моложе 60 лет, пришедшей на спектакль в меховой одежде? Выглядела именно так. Всегда ли так было? Джанет так не думала. Могло ли все так сильно измениться за столь короткое время? Менее чем за три года? Может быть, все из-за этих фанатиков-за защитников? Подумала она. Неужели они смогли отвратить целое поколение отношения мехов? Похоже на то, что-то вдруг изменилось. Если только дело не в спаде экономики, и большинство людей попросту не могут позволить себе такую роскошь. Свет начал гаснуть. Джанет села на место. В конце представления она плакала и хлопала в ладоши. Затем вытерла слезы, прижала шубу к животу и вышла в боковой проход. Направляясь в фойе, она испытывала чувство гордости. Прийти сюда было для нее таким большим шагом. Она сама все организовала, нарядилась, пришла в театр. Ей понравилось выступление. Все было почти идеально. Если бы только Гарольд был с ней. «Я сама по себе», — мысленно сказала она. «И я отлично справляюсь. Теперь все будет проще. На следующей неделе она попробует новую пьесу. И, может быть, рано или поздно она наберется достаточно смелости, чтобы пообедать одной в хорошем ресторане. В конце концов, она даже может встретить такого замечательного мужчину, как Гарольд. Влюбиться? Боже, разве это не было бы восхитительно?» Вздохнув, Джанет снова надела шубу. В вестибюле было жарко, поэтому она не стала застегивать пуговицы. Застряв в толпе, ожидающей выхода, она пожалела, что вообще ее надела. Люди прижимались, давили со всех сторон. Воздух казался горячим, тяжелым, удушливым. Пока она, наконец, не добралась до двери. Прохладная осенняя ночь была великолепна. Джанет глубоко вздохнула. Воздух под театральным шатром был наполнен благоуханием множества духов. Мужскими мускусными ароматами лосьонов после бритья и ликера, дымом сигарет и сигар. Будь то экзотические, приятные или отвратительные запахи, они возбуждали, Джанет. Это были старые, хорошо знакомые друзья. Она набрала воздуха в легкие и улыбнулась. «Это так чудесно!» — подумала Джанет. «Наконец-то я снова вышла в свет. Посмотри на меня, Гарольд, я не зачахла и не умерла. Я хотела этого, но не смогла. Я выжила». Толпа рассеивалась, люди расходились в разные стороны. Джанет сделала паузу, чтобы вспомнить, где она припарковала свою машину. «На стоянке, значит, мне сюда». Она повернула направо. И сделала всего три шага, прежде чем чей-то голос крикнул. «Убийца!» Джанет обернулась и увидела на обочине женщину, которая кричала «Нет!». Хрупкая, седовласая старушка, закутанная в норковый палантин, всплеснула руками, когда на нее набросились две молодые женщины. Эти двое выглядели весьма злобно. «Убийца!» — кричала тощая девица в лицо старухи. «Злобная сука!» — вопила ее напарница, толстушка с вьющимися каштановыми волосами. «Эти норки умерли за твои грехи!» Обе девушки рылись при этом в своих сумках. Сердце Джанет заколотилось, она подумала, что они собираются выхватить оружие. Но они достали баллончики с краской. «Нет, пожалуйста!» — захныкала пожилая женщина. Красная краска брызнула ей на руки, когда она попятилась назад, пытаясь убежать. Часть краски прошла мимо ее рук, заливая ее в волосы, лоб, очки. По меньшей мере, человек двадцать замерли под театральным шатром, наблюдая за нападением. Почему никто не пытается помочь? Потому что нападавшие были женщинами. Или все зрители были на их стороне, ненавидя старушку за то, что она носит мех? Пожилая дама, зажатая между нападающими, скулила и прикрывала голову, пока ее обрызгивали. Красная краска капала с ее волос. Мех ее палантина слипся алыми шипами. — Оставьте ее в покое, черт бы вас побрал! — закричала Джанет. Головы обоих нападавших повернулись в ее сторону. Пухлая прищурилась сквозь очки, заляпанные красной краской. Круглые линзы в проволочной оправе. Старомодные старушечьи очки. — Она ничего вам не сделала! — кричала Джанет. — А посмотрите, что вы с ней сотворили! Да что с вами не так? Та, что в старушечьих очках ухмыльнулась, тощая подняла свой баллончик высоко над головой. — Слушайте все вы, богатые капиталистические ублюдки. Мы — ударный отряд фронта защиты животных. То, что вы здесь увидели, это урок. Это то, что мы делаем с придурками, которых ловим одетыми в мертвых животных. Вы достаточно долго насиловали мать-землю, вырубали ее леса, отравляли ее в воздух и в воду, убивали ее невинных созданий, убивали ее детей, разбивали им головы, перерезали им глотки, ставили на них эксперименты, поедали их плоть, одевались в их шкуры. Хватит! Прекратите это! — Хватит! — присоединилась к ней Толстуха. — Фронт защиты животных навсегда! Фронт защиты животных навсегда! Хватай ее! Худая отшвырнула старушку в сторону и бросилась к Дженет. Вторая усмехнулась. Дженет кинулась прочь. Узкая юбка вечернего платья сковывала движение ее ног, но недолго. На третьем шаге колено прорвало ткань спереди. Следующий рывок довершил дело. Юбка лопнула от подола до талии, дав ей возможность бежать. Люди поблизости уворачивались, некоторые испуганно вскрикивали, другие наблюдали, будто забавляясь, но никто не пытался помочь. Дженет оглянулась через плечо. Ее преследовательницы бежали бок о бок, не более чем в 15 футах позади. — Какой радиус действия у этих баллончиков? Я умру, если они испортят мою шубу! Но она знала, что не сможет убежать от них. Не на этих каблуках. Но туфли, как и платье, можно будет заменить. Не замедляя бега, она сбросила правую туфлю. С левой возникла заминка, но после нескольких шагов Дженет сумела избавиться от нее. Без обуви ей показалось, что ноги стали легкими и быстрыми. Она помчалась по тротуару беззвучно, если не считать прерывистого дыхания, шлепанья ног и шуршащих звуков, которые издавали колготки, когда ее ноги, одна за другой, вырывались через разорванную спереди юбку. Девицы позади нее шумели гораздо сильнее. Одна из них, казалось, хрипела, запыхавшись. Сандалии на ногах шлепали по тротуару с резкими хлопками. Звенели рождественские колокольчики. Из баллончиков с краской доносились дребезжащие звуки, как будто в каждом из них не было ничего, кроме металлических шариков. Звуки, издаваемые этой парочкой, казалось, не становились ближе, но и не отдалялись, пока что Дженет держалась впереди. Прямо перед ней путь преграждала кучка людей, стоявших на углу в ожидании перехода улицы. — Помогите! — некоторые оглянулись на нее. — В чем дело? — спросил молодой человек в свитере, похожий на невинного школьника. — Они преследуют меня! — воскликнула Дженет. — Почему? — Фронт защиты животных! — крикнула одна из девушек. — Не вмешивайся! — Чего? — он наморщил нос. Но слишком поздно. У Дженет уже не было времени останавливаться и объяснять. Дай только нападавшим две-три секунды, и ее шуба станет алой от краски. Не добежав до столпившихся людей, она свернула направо. — То что происходит-то? — крикнул парень ей вдогонку. Дженет не потрудилась ответить, а только прибавила скорость. Тротуар перед ней был пуст. — Ты к лучшему! — подумала она. В любом случае, никто, скорее всего, не стал бы ей помогать, по крайней мере, без объяснения причин. А объяснить быстро у нее бы не получилось. Они добрались бы до нее гораздо быстрее. Если бы только кто-нибудь мог остановить двух этих идейных стерв. Разве не очевидно, кто здесь жертва? Видимо, не очевидно. Или людям просто все равно. Все было бы по-другому, если бы за мной гнались парни. Да мужчины передрались бы друг с другом за возможность спасти меня. Но за мной бегут девицы. Так что я в полной заднице. То есть замечательно. Судя по звукам, ее преследовательницы отстали. Подумав, что она начинает обгонять их, Дженет рискнула оглянуться и вскрикнула от ужаса. Тощая была ближе, чем прежде. А Дженет ее отделяла не более семи или восьми футов. Толстуха была гораздо дальше. Весь шум был от нее. Именно на ней были сандалии с колокольчиками. Именно она хрипела и держала в руках две грохочущие банки с краской. Ее подруга, вырвавшаяся вперед, бежала почти бесшумно. Длинные светлые волосы развивались за спиной. Растянувшиеся губы обнажили зубы, которые казались очень белыми в свете уличных фонарей. Никаких сережек, ожерелья, браслетов или колец. Без лифчика, без туфель и носков. Из одежды только белая футболка, старые обрезанные джинсы и, видимо, больше ничего. Самый минимум для бесшумной погони и драки. «Оставь меня в покое!» — выпалила Дженет. «Иши поддерка! Я не такая!» «Одай шубу!» «Нет, отвали!» «Ага! После того, как я сдеру этот мех с твоей гребаной спины!» Дженет повернулась боком и швырнула свою сумочку-клатч. Как и шуба, это был подарок Гарольда, но ей больше нечего было бросить. Внутри черной атласной сумки было несколько мелочей. Немного наличных, салфетки, тампон, парковочный талон, корешок билета в театр, сложенные афиши и водительские права. А также связка ключей, пудреница и театральный бинокль, которые придавали сумке некоторый вес. Ее преследовательница увидела летящую в нее сумку. Она вскинула руку, чтобы отбить клатч, но промахнулась, попыталась отдернуть голову в сторону. Сумка угодила тощей в правый висок, отчего ее лицо исказилось, она пошатнулась, споткнулась и упала, ударившись плечом и пробороздив им тротуар. Дженет бросилась обратно к ней и подняла свою сумочку. «Я предупреждала тебя, чтобы ты оставила меня в покое!» сказала она, когда девица постановая попыталась подняться. «Эй!» — крикнула мордастая. «Ты что с ней сделала? Оставь ее в покое!» «Это вы оставьте меня в покое!» — огрызнулась Дженет пятись. В то время как толстуха пыхтя приближалась к ней, другая поднялась на колени. При падении рукав ее футболки оторвался. Стиснув зубы, она бросила быстрый взгляд на свое испачканное ободранное плечо. «Ты ранена?» — спросила ее подруга, замедляя бег. «Хватай ее!» «Нет!» — закричала Дженет. «Прекратите это! Одна уже пострадала!» «Черт возьми, Глори! Залей уже краской ее сраную шубу!» Глори, пошатываясь, протиснулась мимо нее, позвякивая колокольчиками. «Нет!» — повторила Дженет. «Не делайте этого! Пожалуйста!» Глори продолжала приближаться, поэтому Дженет бросилась на утек. Когда она перешла на бег, послышалось шипение распылителей. Она оглянулась. Глори, распрыскивавшая краску из обоих баллонов, была скрыта по грудь за облаками красного тумана. Краска, казалось, не долетала до Джанет, но если Глори подберется немного ближе... Джанет сунула сумочку в рот и сжала зубами. Клач подпрыгивал вверх и вниз, колотя ее по подбородку. Она побежала по тротуару, неуклюже срывая с себя шубу. Кое-как скрутив ее в толстый сверток, она прижала ее к груди левой рукой. Правой вынула сумочку изо рта и продолжала бежать, крепко обнимая шубу. «Теперь они тебя не достанут», — подумала Дженет. Впереди показался пустынный переулок. Приближаясь к нему, она посмотрела в обе стороны. «Стоянка, если я смогу добраться до стоянки, только вот где она, черт возьми?» Она понятия не имела. Но светофор, приглашающий, загорелся зеленым светом, и перекресток выглядел свободным. Поэтому она покинула тротуар и выбежала на проезжую часть. Сигнал клаксона оглушил ее, она резко повернула голову влево. Такси, проехавшее на красный свет, мчалось прямо на нее. Оно вильнуло в сторону. Дженет резко остановилась, покачнулась назад, машина пронеслась мимо, обдав ее теплым ветерком. Ошеломленная, едва не произошедшим столкновением, Дженет едва обратила внимание на шлепающие звуки и позвякивание колокольчиков. Шипение за спиной застало ее врасплох, она бросилась вперед, но недостаточно быстро. Ее вечернее платье было с открытой спиной, поэтому прохладная краска покрыла ее голую кожу от затылка почти до талии, прежде чем она набрала достаточную скорость, чтобы оставить Глори позади. «К шубе пришел бы конец», — подумала она. «Слава богу, я сняла ее как раз вовремя». Перебежав на противоположный тротуар, она оглянулась через плечо. Глори, которая все еще преследовала ее с аэрозольным баллончиком в каждой руке, прекратила распылять. Ее волосы были спутаны и склеены, а лицо перепачкано красной краской. Дженет удивилась, как она вообще еще может видеть через свои очки. Девица, очевидно, промчалась сквозь облако собственноручно выпущенных брызг. Ее свитшот без рукавов пропитался краской, став в основном красным, только намек на его первоначальный серый цвет все еще был виден в нижней части. На ее клетчатых шортах-бермудах и толстых ногах было несколько брызг. Дженет заметила, что звон исходил от кожаного браслета с колокольчиками вокруг ее левой лодыжки. «Кожаного? А как насчет этих сандалий? Тоже кожа?» «Может быть и нет. Возможно, они ненатуральные. Или, может быть, эта сука лицемерит. Искусственные». Дженет крикнула через плечо. «Мой мех не настоящий! Он искусственный! У вас нет причин!» Ее голос оборвался, когда тощая, более быстрая из них двоих догнала Глори, опередила ее и, оставив позади, помчалась к Дженет с пугающей скоростью. Дженет бросилась прочь. Шубы в руках. «Ах, она смогла опередить Глори, но это было намного быстрее. У Дженет не было никакой надежды убежать от нее, не с такой ношей. Это был лишь вопрос времени». Дженет начала плакать. «Я не хочу, чтобы они испортили мою шубу. Пожалуйста, почему они хотят это сделать?» Она слышала шлепанье босых ног женщины по тротуару, слышала ее быстрое резкое дыхание. «Прошу, отстаньте!» — закричал Дженет. Она еще не успела договорить, как ее сбили с ног. Руки, сжимавшие шубу, ударились о бетон первыми, затем колени. Шуба смягчила ее падение, как большая подушка, спасая лицо и грудь, когда она упала на тротуар. Преследовательница перелезла через ее плечо, скользя по залитой краской кожи. Дженет обхватила ее, потянулась к шубе. Дженет попыталась оттолкнуть ее руки локтями. «А так!» — крикнула Глори, подбегая ближе. Как только толстуха остановилась, а сандалии с колокольчиками умолкли, неожиданный рывок перевернул Дженет. Теперь она лежала на спине, стоящей девчонкой под ней и Глори, нависшей сверху. «Покажи этой суке!» Ухмыляясь, Глори присела на корточке, протянула руки к Дженет и начала распылять. Из обоих баллончиков брызнула красная краска. Дженет почувствовала брызги на своих руках, на ее руках сжимавших горностаевую шубу. И она поняла, что шубе пришел конец. «Получилось?» — спросила девица под Дженет. «Еще бы! Шубе хорошенько досталось!» «Ага! Брызни-ка ей в лицо!» Дженет отпустила мех. Она крепко зажмурила глаза, сжала губы и подняла руки, чтобы защитить лицо. Мгновение спустя на нее с шипением прыснула краска. Пока ее поливали, она почувствовала, как шубу сорвали с ее груди. Ощутила, как руки разорвали лиф ее платья. Они тянули и дергали, раздирая ее платье и нижнее белье. «Обрызгай ее!» Струи краски залили ей грудь, прошлись по животу, обожгли между ног. «Готово!» — сказала Глори. Распыление прекратилось. Толчком снизу Дженет была сброшена с лежащей внизу женщины. Она перевалилась через бордюры, приземлилась лицом вниз в листья и грязь на обочине дороги. Там Дженет замерла, лежа неподвижно и не смея дышать. Она слышала тихие звуки разрываемой материи и знала, что они рвут в клочья ее шубу. Вскоре ее обрывки мягко упали на ее голую спину, ягодицы, ноги. «Ты думаешь, это было плохо?» — спросила Тачи его имени, Дженет не знала. Она не ответила. «Это не было плохо. Это все ерунда». «Представь, что чувствовали горностаи!» «У горностаев тоже есть чувства», — добавила Глори. «Ты не имела права убивать их ради своего тщеславия», — сказала вторая. Она наступила Дженет на спину, спустилась на проезжую часть рядом с ней, встала на колени, схватила Дженет за покрашенные волосы и рывком подняла ее лицо с асфальта. «Они были бедными, невинными существами и просто хотели жить, как все мы. Они не хотели закончить, как шуба для такой богатой суки, как ты!» «Они имела права!» — эхом отозвалась Глори. Худая резко дернула Дженет за волосы. Ее лицо впечаталось в асфальт, но слопнул. Три зуба раскрошились. «У животных тоже есть чувства! Думаешь, им понравится, когда с них сдирают кожу?» — спросила Глори. «А как, по-твоему, тебе бы это понравилось, сучка?» Дженет начала бороться, но девица снова ударила ее лицом о дорожное покрытие. Она была без сознания, когда ее затащили в переулок. Очнулась Дженет с криком, когда они начали орудовать бритвенными лезвиями. Перевод Виталий Бусловских. Текст читал Владимир Князев. Ричард Лайман. Музей Бигфута Барни. Люди шли к нам весь день. Не просто выпить пиво или перекусить, запастись блесной или спреем от насекомых, или поглазеть на мой музей Бигфута. Не поэтому. Я расскажу вам, почему. На улице стояла серая тоскливая погода. Из тех, что вызывают в вас жажду по ярко освещенной закусочной, супу чили, знакомой мелодии из музыкального автомата. И все это вы можете получить у меня дома. Мое жилище идет первым после почти пятидесяти миль леса. Такого густого и сурового, что может показаться, будто вы никогда больше не увидите человеческого лица. Я зову его Музей Бигфута или Закусочная Барни. Тем днем за стойкой стояла моя жена. Посетитель появился ближе к вечеру. Он вылез из доджа-пикапа с прицепом автодомом под Файндер и поднялся по ступенькам крыльца. У двери он остановился, огляделся, как будто ожидая, что кто-то может подкрасть к нему сзади, а потом вошел. На вид он был поджарый, суровый и серьезно потрепанный. Рукав его фланелевой рубашки разодран, лицо и шея испещрены царапинами. Отвернувшись от прилавка, он, прихрамывая, направился к входу в музей. Мне стало любопытно, и я пошел следом за ним. Должно быть, он меня услышал. Почти бесшумно он развернулся и сунул руку под рубашку. Я мельком увидел черную сталь, край рукоятки автоматического пистолета, прежде чем он убрал руку, и полы рубашки опустились. — Черт, — сказал он, — с вами все в порядке? Он не ответил. Просто отвернулся и уставился на винчестер. Тот висел на стене над витриной, стволом к потолку. — Это Бигфут оставил? — спросил он. — Мне так сказали. — Где вы его раздобыли? — Приобрел у одного парня. Его опущенные на витрину глаза некоторое время изучали гипсовые слепки отпечатков гигантских ног. Их тоже купили. Кое-что. Некоторые. Я сам сделал два из них по отпечаткам, которые обнаружил недалеко от Кламута. Подлинные. Ну, насколько мне известно, да. Он доковылял до следующей витрины и вгляделся сквозь стекло в полудюжину фотографий. Приходилось такого видеть, — спросил он. — Бигфута? Ну, да. Нет, пока нет. Хотя надежды не теряю. Они несколько раз появлялись в этих местах. Я видел следы, как уже говорил. Я выхожу на поиски, как только мне предоставляется такая возможность. Он отошел в угол и уткнулся в гипсовый бюст. Он в натуральную величину, — сказал я ему. Один скульптор из Каламы утверждает, что видел его еще в семьдесят восьмом. И в ног за него выложили. Да прилично. Вас надули. Все это фальшивки. Да. В то время я отнесся к этому с подозрением, но в конце концов согласился заплатить художнику непомерную цену. Независимо от того, видел он этого зверя на самом деле или нет, обезьянные черты лица соответствовали другим свидетельствам очевидцев и нечетким фотографиям. А почему вы думаете, что это все фальшивки? Мужчина повернулся ко мне. Он потер покрытую струбьями царапину под глазом, как будто она зачесалась. Боже мой, — выдохнул я. Вы его видели? Да. Мрачная улыбка исказила его лицо. Я просто видел. Расскажите мне, расскажите мне об этом все. Я это к тому, что как раз сейчас этим занимаюсь. Я книгу пишу. Книга будет о снежном человеке. Я работаю над ней вот уже пять лет, собирая артефакты, истории. Мой музей, он привлекает всех, кто... Он поднял руку, прервав меня. Улыбнулся, как будто его позабавил мой нетерпеливый лепет. Я расскажу вам об этом. Отлично! Просто здорово! Подождите, я магнитофон принесу. Ничего, если я запишу наш разговор? Да, ну здоровье. Он посмотрел в окно на хмурое небо. Только поторопитесь! Я сейчас! Я мигом! Я поспешил в свой кабинет и притащил свой тяжеленный катушечный магнитофон в музей. Мужчина по-прежнему был один. Я закрыл дверь, чтобы не пускать незваных гостей, и подключил аппаратуру. Установил свежую катушку с лентой и запустил ее. Прежде чем мы начнем, сказал он, я поднял глаза в ожидании плохих новостей. Я хочу кое-что взамен. У вас есть машина? Я кивнул. Какая? Бушмастер, 79-го года, полноприводный. Документ при себе? Да, в моем офисе. Я оставлю вам свой додж с подфайндером, а вы перепишите свой бушмастер на меня. Я не... Оно того стоит, поверьте мне. До сих пор, до сих пор вы выкладывали кучу денег за барахло. Тут одно барахло. Он посмотрел на меня усталыми красными глазами. Я расскажу вам нечто такое, что сделает ваш музей знаменитым. Я колебался. Подождите, пока я не закончу. Тогда и решайте. У меня не нашлось никаких возражений. Ну, давайте. Запускайте аппаратуру. Я включил на магнитофоне запись, и мужчина принялся говорить. Вещал он поспешно, уставившись в пол, часто поворачиваясь, чтобы бросить быстрый взгляд в окно. Меня зовут Томас Ходжсон. Мне 32. Я родом из Инамклоу. Последние две недели я охотился на Бигфута в лесу примерно в 30 милях к северу отсюда. Со мной был трое друзей. Чарльз Рейдер, Боб Чамберс и Армонда Руиз. Все из Инамклоу. Это была идея Чамберса. Он наткнулся на следы еще в начале июня. Он вообразил, что мы все станем миллионерами, если сможем изловить Бигфута. Или убить его. Или так или иначе. Хотя я не думаю, что мы действительно рассчитывали найти это существо. Скорее, это был просто предлог, чтобы провести наш отпуск на дикой природе. Мы все вместе служили в морской пехоте. Там мы и познакомились. Во Вьетнаме. Мы все приехали в Инамклоу в 72-м году и открыли магазин спорттоваров, чтобы забыть обо всем этом дерьме. Ясно одно, мы отправились на поиски Бигфута. И, несомненно, другое, что, черт возьми, мы нашли его. Руиз увидел следы на двенадцатый день пути. Он собирал хворост для костра и потягивал свое варево. Он называл его ксервеза. Ксервеза — испанское слово, означающее пиво. Его редко можно было увидеть без ксервеза в руке. Следующие полтора дня мы потратили, двигаясь по следам. В конце концов, мы потеряли их у ручья примерно в двадцати милях от нашего базового лагеря. Они просто закончились у водотока. Мы не смогли заприметить их снова, поэтому решили задержаться и посмотреть, как будут развиваться события. В ту ночь мы разбили лагерь у ручья. Сначала дежурил Руиз, потом Чамберс. Около двух часов ночи меня разбудил выстрел. Чамберс принялся орать во всю глотку. «Эй, я одного поймал! Я одного поймал!» Я схватил винтовку и вылез из палатки как раз в тот момент, когда он вбежал в лагерь. Райдер и Руиз выскочили из другой палатки. Они направили на Чамберса лучи своих фонариков. Господи, что за... Он стоял, расставив ноги и подняв это существо за руки. Оно висело как мертвое, однако из него вытекала кровь. Было слышно, как она барабанит по почве. Чамберс опустил существо на землю. Руиз осветил его, и мы все ясно увидели, что это был не человек. Оно было покрыто щетинистым мехом, и форма у него была неправильная. Руки слишком длинные, зад больше похож на медвежий, нежели на человеческий. Но лицо было безволосым и бледным, и оно каким-то образом наводило на мысль о маленьком ребенке. «Оно пришло попить у ручья», — сказал нам Чамберс. Он выглядел очень расстроенным. «Полагаю, вы осознаете, что это Бигфут?» «Ну, вроде бы маленький, как думаете?» — сказал Рейдер. «Думаю, что это снежный человек», — сказал я. «Молодая особь. Что еще это может быть? Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» «Никто из нас такого не видал. У нас появилась чертова уйма благоприятных возможностей. Мы пришли за Бигфутом, и, бог свидетель, мы его заполучили. Ребята, вы посмотрите на один единственный экземпляр. Да мы знаменитыми станем и богатыми. Мы можем продать это существо или гастролировать с ним, или превратить его в колоссальный контракт на книгу. Возможности ошеломляют». После этого Чамберс перешел к тому, что мы должны вырыть могилу и похоронить это существо. Однако никто на это не купился. Пока Руиз и Райдер все еще были ошеломлены идеей богатства, я попробовал воздействовать на них еще одним способом. Мы значительно улучшим наше благосостояние, имея на руках полноценную взрослую особь. Если это детеныш Бигфут, то его родители, вероятно, находятся поблизости. Все посмотрели на меня так, как будто подумали об одном и том же. Им эта мысль не очень понравилась. Но я продолжил. «Мы выставим детеныш в качестве приманки, когда папаша или мамаша появится. Бабах!» «И за что?» — сказал Чамберс. «Считай, что я не участвую. Что ты имеешь против денег?» — спросил я. «Есть правильные вещи, а есть неправильные, Ходжсон. Я только что убил это существо. Для меня этого достаточно, более чем достаточно. А как насчет вас?» — спросил я остальных. Руис покачал головой. «Я не знаю, чувак. А я скажу, что надо использовать возможность, пока она есть», — сказал Рейдер. «Синица в руках, понимаете?» Руис кивнул. «Мы убили детеныша, чувак. Если его родичи пойдут искать...» Он покачал головой, и в его глазах мелькнул страх. Я привел доводы в пользу того, чтобы остаться, но остальные не сдавались. В итоге мы связали тушу, водрузили ее на шест палатки и отправились в путь. Рейдер шел впереди. За ним Чамберс и я несли шест с ношей. Руис замыкал шествие. Никто из нас не разговаривал. Думаю, мы прислушивались, ожидая услышать шаги или рев, или что-то в этом роде. Ничего не происходило. В лесу было тихо, если не считать обычных ночных звуков. Сов, лягушек и тому подобного. Затем Рейдер издал вопль и взлетел прямо вверх, размахивая руками и ногами. Кроме него я ничего не увидел. Секунду, он просто висел там, извиваясь и крича, а затем он рухнул вниз. Он приземлился прямо у моих ног. И теперь у него не хватало головы. Да, его голова все еще была там, примерно в двенадцати футах над землей. В руках этого существа, этого огромного, темного существа, Бигфута. Это могло быть только оно. Оно швырнуло голову Рейдера на землю и наступило на нее. Вдавило ее. К тому времени мы уже бросили свою нож. Пока существо было занято тем, что вдавливало голову Рейдера в землю, я вскинул винтовку к плечу и выстрелил. Существо вздрогнуло и отшатнулось назад. Затем оно ушло. Попросту умчалось. Мы втроем немного постояли, собравшись в круг и глядя на то, что осталось от Рейдера. Затем устремили свой взор вглубь чаще деревьев. Руиз все качал головой и бормотал «Господи Иисусе! Оно доберется до всех нас!» — прокричал Чемберс. «У него была такая возможность!» — сказал я ему. «Наверное, оно отправилось куда-нибудь спокойно умереть». «Оно вернется!» — сказал Чемберс. «Оно будет возвращаться снова и снова!» Я поинтересовался у него, с каких пор тот стал ясновидцем, но Чемберс меня проигнорировал. «Ему нужен детеныш!» — сказал Руиз. «Предлагаю оставить детеныша!» «Я его не оставлю!» — заверю я их. «Это уж твои проблемы!» — сказал Чемберс. Он махнул Руизу, и они двинулись прочь вместе. Так я их и нашел спустя час. Вместе с переломанными руками и ногами, переплетенными и скрученными в ужасный кровавый узел. Я шел, не останавливаясь. Я вряд ли ожидал, что переживу эту ночь, но я продолжал тащиться вперед с этим существом на спине. Его связанные руки тянули меня за шею, как ребенок, которого несут на плечах. Наступил рассвет, а я продолжал движение. Солнце пробивалось сквозь деревья, тело воняло, вокруг нас роились мухи, но я продолжал двигаться. Наконец я добрался до базового лагеря. Я забросил тушу в заднюю часть Патфайндера и помчался, словно гонимый чертями. «Это было сегодня днем», — сказал он. «Вы хотите сказать?» Он кивнул, предвосхищая мой вопрос. «Да, это существо в моем доме на колесах. Боже мой, могу я его увидеть?» «Только перепишите Бушмастер на меня, и я отдам вам документы на Патфайндер и грузовик. Справедливый обмен». Я колебался. «Снимею что-то не так?» Улыбка исказила его лицо. «Да ничего особенного. Я просто хочу поменяться. Вот и все». «Вы же не думаете, что снежный человек может преследовать машину?» «Конечно, не думаю. Просто мне так будет спокойнее». «Я сейчас вернусь». Кивнув, он повернулся к окну и уставился на темный лес. Я оставил его и бросился в свой кабинет, не обращая внимания на любопытные взгляды жены и полудюжины посетителей за обеденной стойкой. В кабинете я лихорадочно рылся в своем столе, дрожащими руками, перебирая бумаги в поисках документов на машину. Наконец, я нашел их. Когда я задвигал ящик обратно, я услышал, как снаружи разбилось стекло. Следом раздался выстрел. Я пробежал в музейное помещение перед посетителями и распахнул дверь. Ходжсон пропал. В помещении стоял отвратительный затхлый смрад, который наводил меня на мысли о плесени и мертвечине. Подавляя рвотный позыв, я ринулся к разбитому окну. Выглянул наружу, но увидел только темную дорогу в лес по другую сторону от нее. Я выбрался наружу, побежал сквозь ветреную ночь. В сторону закусочной, на стоянку, к потрепанному подфайндеру Ходжсона. Его задняя дверь валялась на гравии. Перешагнув через дверь, я заглянул в автодом и, увидев очертание темного предмета на полу, поспешно забрался внутрь. Встав на четвереньки, я поднял это за волосы. Голоса. Торопливые шаги. До того, как заявились любопытные, я надежно припрятал это в шкафу. Это гордость моего музея Бигфута, но я никому ее не показываю, даже своей жене. Я все набивал и монтировал сам. Храню это внутри запертого ящика, в углу под искореженной металлической дверцей подфайндера. Возможно, когда мой эпос о Бигфуте будет завершен, я поведаю об этом миру. А может и нет. Это мое, и я хочу, чтобы таким оно оставалось и далее. Часто, поздно ночью, я запираюсь во мраке своего музея и открываю ящик. Я держу голову Ходжсона у себя на коленях и слушаю запись его голоса. Иногда я словно ожидаю, что его губы начнут шевелиться в такт, записанными на пленку словами. Но они никогда этого не делают. Рассказ из сборника «Жуткие байки». Текст читал Владимир Князев, эксклюзивный авторский перевод Дмитрия Епифанова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала. Ричард Лайман, Чемпион «Ты никуда не пойдешь», — сказал человек, загораживающий дверь. Он был поменьше Гарри Барлоу, у него не было ни объема, ни мускулов, чтобы придать своим словам достаточно убедительности. Но с обеих сторон возле него находились двое его приятелей. Гарри подумал, что он мог бы размотать всех троих, но решил не пробовать. Как и большинству здоровяков, ему всю жизнь досаждали люди, желающие доказать свою лихость. Ему это просто астая чертела. Он больше не хотел драться. «Пожалуйста, отойдите», — обратился он к мужчине. «Только не в этой жизни, приятель. Ты останешься там, где есть. Это твоя великая ночь». Весь ресторан взорвался овациями. Гарри медленно повернулся, изучая лица вокруг себя. Большинство из них были мужские лица. Как ни странно, он не обратил на это внимание во время еды. На самом деле, он почти ни на что не обращал внимания, кроме своего стейка из первоклассной вырезки говяжьего филе на ужин. Когда он впервые увидел бар и стейкхаус Роя, он был удивлен большому скоплению автомобилей на парковке. Городок, спрятанный в долине глубоко в лесистой местности Северной Калифорнии, казался слишком маленьким, чтобы в нем находилось так много автомобилей. Однако, попробовав сочный стейк, обжаренный на углях, он понял, что люди, вероятно, проехали целые мили, чтобы поужинать у Роя. Он был рад, что сюда заглянул. Рад до нынешнего момента. Теперь он хотел только одного — свалить. Он сделал шаг по направлению к трём мужчинам, преграждавшим ему путь. «Стоять!» — крикнул кто-то позади него. Гарри обернулся, он уже видел этого человека. Во время ужина парень переходил от столика к столику, болтая и смеясь с посетителями. Он даже перекинулся парой слов с Гарри. «Меня зовут Рой!» — обращался он к нему. «Вы здесь впервые? Откуда вы? Как вам бифштекс?» Он производил впечатление приятного, доброжелательного человека. Теперь же он направлял в живот Гарри дробовик. «Это ещё зачем?» — спросил Гарри. «Я не могу позволить тебе уйти!» — сказал ему Рой. «Почему?» Кроме нескольких разрозненных позвякиваний столового серебра, в ресторане воцарилась полная тишина. «Ты соперник!» — ответил ему Рой. «Какой ещё соперник?» — спросил Гарри. Ожидая ответа, он ощутил первые нотки страха. «Ни какой, а чей!» Гарри услышал чей-то тихий смешок. Оглядевшись вокруг, он увидел, что все лица обращены к нему. Он потер руки о свои мягкие вельветовые брюки. «Ну ладно», — сказал он. «Ну и чей я соперник?» «Чемпиона!» «Я!» — новый взрыв хохота. «Ты, конечно! Слышал про субботние ночные бои!» «Ну что ж, здесь, в баре и стейкхаусе Роя, у нас имеется своя разновидность!» Радостные возгласы и аплодисменты прокатились по ресторану. Рой поднял руки, призывая к тишине. «Первый, вошедший в дверь, в субботу, после девяти часов вечера является соперником!» «Ты вошел! В девять часов три минуты!» Гарри припомнил группу из семи или восьми мужчин, которые стояли прямо за дверью и разговаривали тихими возбужденными голосами. Несколько человек странно посмотрели на него, когда он проходил мимо. Теперь он понял, почему они были там. Они прибыли к девяти, зная условия, они были достаточно умны, чтобы дождаться появления болвана, сунувшегося внутрь первым. «Послушайте, — сказал Гарри, — я не желаю с кем-либо драться. Обычно все так говорят. Так я не стану этого делать. Мы поймали одного паренька пару лет тому назад, — сказал Рой. Какого-то трусишку-пацифиста. Он не хотел сражаться с чемпионом. Ни в какую не хотел. И он побежал к двери». Рой ухмыльнулся и взмахнул дулом дробовика. «А я его замочил. Я и тебя шлепну, если надумаешь дать деру». «Да вы все чокнуты!» — пробормотал Гарри. «Все это лишь способ приятного времяпровождения!» Рой перевел внимание на толпу. «Ладно, народ! Всем вновь прибывшим на субботние ночные бои я объясню, как это работает!» К нему подошла официантка, держа в руках аквариум, набитый красными бумажками. «У нас здесь, в аквариуме, сто билетиков. На каждом билетике указан промежуток времени от трех секунд до пяти минут. Никогда еще бой дольше не длился. Вы платите пять баксов за каждую возможность. «Победитель забирает банк. С момента начала поединка продажа билетов прекращается. Непроданные билеты принадлежат заведению». Он погладил руку женщины, которая держала аквариум. «Это Джули. Она хронометрист. А я — судья. Бой заканчивается, когда один из участников умирает. Вопрос есть?» Вопросов не возникло. «Подходите и приобретайте билеты на стойке. Поединок состоится через десять минут». В течение следующих десяти минут, пока клиенты извлекали деньги из карманов и вытаскивали билеты из емкости, Рой стоял на страже. Гарри подумывал о том, чтобы броситься к двери. Однако он решил, что был бы разумнее столкнуться нос к носу с чемпионом, чем с дробовиком Роя. Чтоб скоротать время, он подсчитал количество проданных билетиков. «Семьдесят два. По пять долларов за штуку выходит, что собралось триста шестьдесят баксов». «Поединок начнется ровно через одну минуту», — объявил Рой. «Последняя возможность приобрести билетик». Продажа билетов была завершена. «Элмер!» — худощавый, лысый старик кивнул и вышел через заднюю дверь. «Чемпион, скоро будет народ! Поможете убрать стол из дороги!» Шесть столиков из центра помещения были сдвинуты к краям, оставив свободное пространство, которое казалось Гарри ужасно тесным. Толпа внезапно зааплодировала и засвистела. Посмотрев в сторону задней двери, Гарри увидел, как вошел Элмер. За ним шел высокий худощавый мужчина. «Леди и джентльмены!» — обратился Рой. «Чемпион!» Чемпион хмуро сверкнул глазами на толпу, пока ковылял к свободному пространству. Суть по его виду, он дрался до этого много раз. Его широкий лоб пересекал шрам. На левом глазу повязка, часть одного уха отсутствовала, как и указательный палец левой руки. Посмотрев вниз, Гарри увидел причину странной неуклюжей походки чемпиона. А отрезок цепи длиной в три фута тащился между его скованными ногами. «Да я не буду драться с этим мужиком», — сказал Гарри. «Поверь, будешь», — сказал ему Рой. «Элмер!» Худощавый старик опустился на колени. Открыв замок, он снял кандалы с правой лодыжки чемпиона. Гарри сделал шаг назад. «Стой спокойно!» — приказал Рой. «Да вы не можете заставить меня драться с этим человеком!» «Те, у кого цифры меньше, будут рады это услышать!» «Правильно!» — крикнул кто-то из толпы. «Просто стой там!» — крикнул другой. Все больше людей присоединялись к крикам. Некоторые побуждали его пассивно ждать смерти, а другие требовали сражаться. Элмер закрепил кандалы на левой лодыжке Гарри. Цепь длинной в ярд теперь сковывала его с чемпионом. «Время!» — потребовал Рой. Крики прекратились. «Десять секунд до начала!» — сказала Джули. «Элмер!» — старик поспешил прочь. Из-за прилавка он достал пару одинаковых ножей. «Пять секунд!» — сказала Джули. «У ножей были деревянные рукоятки, латунные поперечные гарды и восьмидюймовые лезвия из полированной стали. «Мы же ведь не будем этого делать!» — сказал Гарри чемпиону. «Они не могут нас заставить!» Чемпион глумливо усмехнулся. «Элмер» вручил один нож чемпиону, другой — Гарри. Он бросился в сторону, когда Джули объявила «Начали!» Гарри бросил свой нож. Острее ножа глубоко вонзилась в пол, сделанный из твердых пород дерева. Рукоятка все еще вибрировала, когда чемпион сделал выпад в сторону живота Гарри. Гарри отскочил. Цепь остановила его ногу, и он упал навзничь. Чемпион наступил ему на колено. Гарри вскрикнул, когда его нога взорвалась болью. С безумным воплем чемпион бросился на Гарри. Используя обе руки, Гарри удержал нож, который чемпион направил ему прямо в лицо. Лезвие приближалось. Моргнув, он почувствовал, как его правой ресницей коснулся стальной кончик. Извернувшись, он сдвинулся в сторону. Лезвие распороло ему ухо и вонзилось в пол сбоку от его головы. Он ударил чемпиона кулаком в нос, перекатившись, он выбрался из-под оглушенного мужчины, отполз от цепких рук и встал. «Хватит!» — закричал он. «Ну хватит уже! Это надо прекратить!» Толпа засвистела и загудела. Чемпион подхватил свой нож с пола, вскочил на ноги и замахнулся на Гарри. Лезвие рассекло переднюю часть его клетчатой рубашки. «Да остановись же ты!» Чемпион рванулся и зарычал. Сделал выпад ножом в живот Гарри, но Гарри отбил руку. Чемпион нанес еще один удар. На этот раз лезвие рассекло блокирующую руку Гарри. И снова нацелилось ему в живот. Откатившись в сторону, он увернулся от стали. Захватив правое запястье и локоть чемпиона, он выбросил колено вверх. Предплечье сломалось с хрустом, похожим на треснувший хворост. Закричав, чемпион выронил нож. Но тут же поймал его левой рукой и сделал яростный выпад в сторону Гарри, который отпрыгнул в сторону. Опустившись на одно колено, Гарри схватил цепь и силой дернул. Нога чемпиона взмыла вверх, и тот опрокинулся назад. Гарри бросился на него. Обеими руками он вступился в левую руку чемпиона и пригвоздил ее к полу. «Да сдавайся!» крикнул он в измазанное кровью лицо мужчины. Чемпион кивнул. Нож выпал из его руки. «Ну вот и все!» Гарри посмотрел на аудиторию. «Он сдался!» «Он вылетел!» Внезапно мужчина сел и вцепился зубами в горло Гарри. Ослепленный болью и яростью из-за обмана, Гарри пошарил рукой по полу. Он нашел нож. Четыре раза вонзил его в бок чемпиона, прежде чем челюсти на его шее разомкнулись. Чемпион рухнул. Его голова с глухим стуком ударилась об пол. Гарри отполз в сторону, ощупывая свою раненую шею. У него не было такого сильного кровотечения, как он опасался. Сидя на полу, он наблюдал, как Рой опустился на колени рядом с чемпионом. «Он мертв!» крикнул кто-то из толпы. Рой проверил пульс. «Еще нет!» объявил он. «Ну так давай уже!» крикнул кто-то. «Держись, чемпион!» призвал другой. «Сдавайся!» взвыл женский голос. Толпа ревела в течение нескольких секунд. Затем воцарилась полная тишина. Полнейшее безмолвие. Все взгляды были прикованы к Рою, стоящему на коленях рядом с поверженным чемпионом. «Умер!» объявил Рой. Джуя нажала на секундомер. «Две минуты и двадцать восемь секунд». «Это мой!» закричал мужчина, размахивая своим красным билетиком. «Это мой! Он у меня!» «Поднимайтесь сюда!» сказал Рой. «Мы только сверим цифры и вручим вам ваш выигрыш!» Он повернулся к своему тощему старому помощнику. «Элмер!» Элмер опустился на колени между Гарри и трупом. Он расстегнул кандалы мертвеца. Прежде чем Гарри успел отреагировать, железный браслет был застегнут на его правой лодыжке. «Элмер запер замок на ключ». «Эй!» запротестовал Гарри. «Снимите его! Я же ведь победил! Вы должны меня отпустить!» «Не могу!» сказал Рой, глядя на него сверху и улыбаясь. «Ты теперь чемпион!» Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Дмитрия Епифанова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала. Ричард Лайман «За пруды Динкера» Эту байку мне рассказал один старатель, а я просто помалкивала да слушала. Сразу скажу, она ко мне никакого отношения не имела. Она была пассией Джим с головы до пят и со всеми прелестями посередке. «Джим!» сказал я ему. «Не стоит брать ее с собой!» «Еще как стоит!» заявил он. «Пользы от нее никакой не будет! Одни только ссор до неприятности!» «Зато она зашибись, какая красивая!» возразил Джим. «Ну что ж, тут мне крыть был нечем!» «Ну, делать не меняло!» «Она хочет увязаться с нами из-за той жилы, золото ей наш нужно, вот что!» «Послушай, да ведь ты ей даже не нравишься!» Глазки у Джима заблестели, и я прям-таки увидел, как он припоминает прошлую ночь, когда он в воле попользовался прелестями Люси. Вы наткнулись на нее накануне днем, когда с важным видом выходили из пробирной конторы, это сразу заставило меня насторожиться. Я так думаю, она давно околачивалась поблизости и дожидалась, пока ей навстречу не выйдет парочка ухмыляющихся старателей. Ну, тут же она и подцепила Джима. Джим у нас простак, поэтому она и начала клеиться к нему, а не ко мне. Сообразительности у него не больше, чем у лепешки ослиного дерьма. Это ясно читается у Джима на лице. Может, вы подумали, что я зря качу на парня бочку, а все от того, что меня за видки взяли? Ведь выбрал-то она не меня. Но это не так. Джим, не моложе меня, и одевается он ничуть не наряднее, и пахнет от него ничуть не лучше. Так что я такой же симпатичный парень, как и он. К тому же, мы с ним равноправные партнеры, о чем Люси не могла знать с самого начала. Нет, просто Джим ходячий образец идиота. А у меня куда получше с мозгами и здравым смыслом. Я не из тех, кого можно увезти куда угодно, привязав веревочкой за... за... Но про Джим этого не скажешь. И Люси это сразу поняла. И вот не успел я глазом моргнуть, как остался сидеть в одиночестве в салуне. А Джим, заперся с ней в шикарном номере Джеймстаун-отеля, убедив себя в том, что по уши влюблен. Тут пора вернуться к заблестевшим глазкам Джима. Блестеть они начали на следующее утро, когда мы доедали отбивную с яичницей. «Осдается мне, что она меня еще как любит», сказал он. «Зато ты ей не очень-то приглянулся, Джордж». «Очень веселенькая ситуация. Вспомни лучше, сколько лет мы с тобой ходим в партнерах. Он наморщил лоб и стал вспоминать. «Ну, точно не скажу, но, суть по всему, долго». «Чертовски долго. И теперь ты собираешься подложить нам обоим свинью?» «Ничто не приносит столько неудач, как баба на прииске, и ты знаешь, это не хуже меня». «Вспомни лучше, что приключился на прииске Кернсбиллом Плейснером и Майклом Мерфи». Джим проскинул мозгами и начал отыскивать ответ между зубьев своей вилки. «Ну, тогда дай-ка я тебе напомню. Так вот, Билл и Майк были закадышные приятели, водой не разольешь. И дружили они больше лет, чем у тебя осталось зубов. У меня еще, между прочим, очень много зубов осталось», объявил Джим. «Вот-вот, и я об этом же. Словом, много лет они дружили. Никто не дружил так крепко, как Боб и Майк. Только ты вроде говорил, что его Биллом звали. Его звали Роберт Уильям. Кто называл его Боб, кто Билл? Так вот, Боб и Майк жили как братья до самого того черного дня, когда у них на прииске появилась женщина. Она тут же приклеилась к Майку, а к Бобу относился так хреново, будто у него чесутка. Бедный Боб, бросили его холодного и одинокого. Но стал ли он жаловаться и качать права? Нет, сэр, не такой он был парень и все свои бед переносил молча. И помнишь, что потом случилось? «Ээ, как девушку-то звали?» спросил Джим. «Грета ее звали». «Помню, ходила у нас в воскресную школу Грета Гарни, рыжая такая. А так, Грета, что связалась с Майком, она тоже была рыжая?» «Да нет, вроде бы». «А разве ты ее не видел?» «Слушай, дай мне рассказать до конца, ладно? Ты способен вывести из себя даже приют для коллег и слепых?» «Да я только...» «Да не твоя это была, Грет, не твоя, какая-то другая, Грет. Так вот, слушай, что я хочу тебе втолковать». Едва она появилась на прииске, на головы бедных Билла и Майка обрушились несчастья и трагедии. Мало того, что она с презрением отвергла Билла и превратила двух закадышных друзей во врагов, нет, сэр, не только поэтому, это было само по себе плохо, но самое скверное, я ожидал их впереди. Вышло так, что она смылся от своего мужа, но никому об Энтон даже не сказал, совсем наоборот, даже не заикнулся о том, что она замужем. А мужем у нее был Лем Джасперс, одноглазый ворюга из Фриска. И он начал ее разыскивать, и отыскал ее у Билла и Майка, и всех троих завалил. Убил. Он убивал их жестоко и медленно. Я рассказал тебе подробнее, да и не хочу портить тебе завтрак. Скажу только, что приятного было мало. Он выжег Майку глаз горячей палкой за то, что он смотрел им на Гретту, а потом отрезал Майку охотничьим ножом и запихал его Гретти между ног. Вот что ты хотела заеметь, сказал он, так получай, на. Джим заметно побледнел. А когда они все умерли, продолжил я, он содрал с Гретты кожу, ободрал ее, как кролика. Кож с лица бросил в костер, а остальное задубил. Мало того, что он сделал себе мешочек для табака, он выкроил себе из ее кожи пару новых макосин, чтобы иметь удовольствие постоянно попирать ее ногами. «Какая низость», выдавил Джим. Макосин, предал его, и связался с бабой. «Я ведь тебе уже говорил, что баб на приске самое большое несчастье». «А что с Лемом было дальше?» «Да откуда ж мне знать-то? Вполне могло случиться и так, что ему надоело быть вдовцом, и он накрутил твою Люси». Джим надолго задумался, одной рукой ковыряя вилкой в тарелке, а пальцем другой, подбирая с нее остатки яичного желтка. Кончив облизывать палец, он поднял на меня глаза. Я увидел, что он благодарен мне за предупреждение, но сказал он вот чего. «Мы будем на чеку держаться, и если этот Лем объявится, мы с тобой его пристрелим». Знаете, то количество воздуха, которое человек может потратить за свою жизнь, как-никак не беспредельно. Я понял, что только что извел массу воздуха, и все зря. С тем же успехом, я мог все это рассказать ослиной заднице. В то же утро, но позднее, когда перед тем, как мы все втроем собирались отправляться, Джим отвел меня в сторонку. «Я поговорил с Люсией», прошептал он, «она не знает никакого Лема Джаспера, но однажды она встречалась с Джаспером Виггинсом, и говорит, что никогда не была за ним замужем». «Я рассчитывал, что Люси начнет относиться ко мне потеплее, едва узнает меня получше». Ставилась такая возможность по дороге на прииск. Но мои надежды не оправдались. Она продолжала смотреть на меня таким взглядом, словно у меня из нос постоянно свисал как эта дрянь. На дорогу у нас ушло больше времени, чем следовало. Довольно-таки часто они оставляли меня на тропе, чтобы я смог составить мулом компанию. И Люси уволакивала Джим в кусты. По большей части она делала это, чтобы меня помучить. И каждый второй раз возвращалась полурастегнутая, чтобы дать мне взглянуть на те места, к которым мне не суждено было прикоснуться. Ни одна из женщин, что встречались мне в жизни, не вела себя так жестоко и так хладнокровно. И все же я пытался оставаться с ней в хороших отношениях. Мне хотелось добраться хотя бы до ее наружных красот, если ничего больше мне не светило. И кто знает, вдруг мне повезет и побольше. Но что бы я ни проделывал, она меня отвергала. Она с презрением относилась даже к моим байкам. А вот Джиму столь же нравилось их слушать, как мне рассказывать. В первый же вечер, когда я рассказал свою коронную историю осквозь двухголовым младенцем, она просидела у костра, вздыхая и закатывая глаза. А история была такая. Одна из голов любила сосать молоко из одной груди, а другая столь же страстно рвалась к другой. Беда была в том, что каждая голова хотела сосать из соседней груди, так что бедный Скво приходился во время кормежки держать младенца вверх ногами. Тогда маленький уродец сосал в свое удовольствие. И кончилось все тем, что он так привык находиться вверх ногами, что так и не научился ими пользоваться. Он ходил на руках, болтая ногами в воздухе. И в один прекрасный день утонул, переходя в брод от ручей, где глубина была чуть выше пояса. Так вот, Джим едва не помер со смех, когда я рассказывал эту байку. А Люси вела себя так, словно желала мне или помереть, или заткнуться. Не успел я начать новую историю, как она мне сказала. Джордж Сойер, вы настолько же грубы, насколько долг день. И я предпочту, чтобы меня укусила змея, чем выслушаю еще одно ваше отвратительное вранье. Но почему? Он же правду рассказывал, заступился за меня Джим. Она посмотрела на него, глазки у нее были симпатичны и поблескивали в свете костра, но тепла в них не было ни капли. Если ты веришь, что все это правда, дорогой мой Джимми, то значит у тебя в голове вместо мозгов опилки. Дорогой мой Джимми посмотрел на меня и нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. Так ты что, все наврал? Еще ни одно слово лжи не срывалось с моих губ. Да я сам видел, как парнишка утонул. Обе головы у него были в ручье, а ноги дергались, как у весельника. Джим повернулся к Люси, приподнял брови и сказал. Поняла? Все, что я поняла, огрызнулась она, так это то, что один из вас брехливый дурак, а второй идиот. И я начала задумываться, зачем я вообще с вами связалась, Джеймс Бигсби. Весь дух из Джима вышел, словно воздух из проколотого воздушного шарика. Ужасное было зрелище. Он съежился возле меня и молчал, а Люси отошла от костра и закуталась во все свои одеяла. Я попытался его развеселить. Ну, не хочешь послушать историю о том, как я провалился в зыбучие пески? Не могло этого быть. Пробромоталон и посмотрел на меня так, словно застукал с пятым тузом в руках. Провались ты в зыбучие пески, Джордж, ты бы сейчас был покойником. Да, я мог быть покойником, не окажись у меня под ногами такой кучи скелетов, что я приспособил их вместо лестницы, ну и... По его глазам я понял, что он снова начинает мне верить, а сомнения его понемногу растворяются. Но тут его неожиданно окликнула Люси. Послушай, уйди от этого безбожного фроляй и немедленно я замерзаю. Шел бы ты лучше меня погрел. Едва Джим это услышал, как тут же вскочил и умчался к ней. Я остался один и стал прислушиваться к веселому потрескиванию костра, шорху ветра в деревьях и стоном и визгу Люси, очень похожим на звуки, которые издает свинья, когда в нее тыкают горячей кочергой. Между прочим, и моя кочерга от таких звуков раскалилась. А Люси не была свиньей, хотя и кричал очень похоже. Сидел я у костра и чувствовал себя так, словно стал тем двухголовым парнишкой. Одной моей голове казалось, что было бы весьма неплохо отодрать ее, а другая с тем же удовольствием пустила бы в нее пулю. Но ни одна из моих голов так ни на что и не решилась. После того первого вечера я больше не рассказывал никаких историй. Пару раз я предлагал что-нибудь рассказать, но Джим лишь печально покачивал головой, а Люси плевал в костер. В конце концов добрались мы до нашего прииска неподалеку от Станислауса. К хижине мы подошли уже в темноте, и Люси тут же высказала все, что про нее думала. Я ненавязчиво посоветовал ей провести эту ночь под светом звезд, а она столь же ненавязчиво посоветовала мне заткнуть хлебала. Потом добрую часть ночи она ворочалась и все жаловалась на то, как трудно дышать в этой маленькой комнатке, как нуждается женщина хоть в какой-нибудь уединенности, и наверняка это будет последняя ночь, которую она проводит под одной крышей с этим самым Джорджем Сойером лжецом, чьи привычки и характер настолько отвратительны, что они ничуть не лучше чумы или могильных червей. Люси не только скрижетала зубами и горько жаловалась, что ей приходится прозябать в этой лачуге, но к тому же отказала Джиму к своей благосклонности. Моя скромность этого не позволяет, заявила она, когда он сопит у нас за спиной. Я принял ее слова о скромности за шутку, но ни я, ни Джим не стали счастливее от ее решения, потому что оно прихлопнуло все мечтания каждого из нас. Еще по дороге я стал неравнодушен к издаваемым ею звукам и стал дожидаться того времени, когда мы окажемся в хижине втроем. Она была полностью права насчет тесного помещения. Если бы они с Джимом начали заниматься любой вью, я наверняка бы услышал побольше, чем просто стоны и вскрики. Да и увидел бы, скорее всего, побольше. По моим прикидкам, Люси это весьма бы устроило. Чем больше ей удавалось бы меня мучить, тем лучше бы она себя чувствовала. Но, возможно, она решила, что я слишком разгорячусь и пожелаю к ним присоединиться. Может, она была и права. В любом случае, она не стала рисковать и предоставила Джиму провести ночь в одиночестве. Пытаясь заснуть, я начал мысленно перечислять все то, что она успела сделать со мной и Джимом. Она украла у меня лучшего друга. Она лишила меня и Джима удовольствия, которое мы получали от моих историй. Ну и, наконец, начала утаивать свои прелести, лишив Джима причины, из-за которой он притащил ее сюда. А меня удовольствие понаблюдать, как ее будут трахать. Я уж говорил, что никогда не встречал более жестокой и хладнокровной женщины. Поднявшись поутру, Джим прихватил топор и отправился в лес валить деревья, намереваясь пристроить к хижине верандочку для своей леди. Я решил предоставить ему заниматься этим в одиночку. Сам я здесь для того, чтобы копать золото, а его леди может спать хоть в грязи и мне на нее начкать. Взял я Кайлу, пошел в забой и принялся за работу, но чертова баба все не выходило у меня из головы. Я размышлял о ней и гадал, чем же она может заниматься, оставшись совсем одна. Весьма скоро я пришел к выводу, что сейчас самое время нанести ей визит. Раз уж Джим не сможет помешать делу, может, я смогу с ней договориться. Ну, или, по крайней мере, высказать ей свое мнение. Ну, и отправился я ее разыскивать. В хижине ее не оказалось, не было ее и возле реки. Порыскал я по окрестностям и довольно скоро на нее наткнулся. Люси стоял на берегу за пруды Димкера и снимал из себя одну тряпку за другой. Ёркнул я за большое старое дерево и раскрыл глаза пошире. По дороге сюда мне довелось увидеть кое-что из ее выпуклостей, но теперь я увидел ее во весь рост и перестал удивляться, почему Джим не смог не притащить ее сюда. От ее вида даже у покойника перехватило бы дыхание. Я так увлекся подглядыванием, что она успела войти в пруд по колено. Тут я опомнился и выскочил из-за дерева. «Эй!» заорал я. «Быстрее вылезай от этого!» Она подпрыгнула, словно бы я ткнул в нее палкой. Наверное, она позабыла о своей скромности, потому что повернулась ко мне и уперлась кулаками в бедра, даже не пытаясь прикрыться. «Джорж Сойер!» заверещала она. «Сукин ты сын!» «Грязный, похотливый, прогнивший, грубый, прокаженный сын проститутки, зарящийся на чужое!» «К твоему сведению, я никогда не зарился на чужое!» сообщил я и начал спускаться к ней по склону. Она протянула ко мне руку и потрясла пальцем, затряс при этом не только палец. «Не подходи ближе!» «Катись, от седова!» «Ты скотина!» «Только попробуй спуститься вниз!» Я продолжал идти, а она начала пятиться, пока вода не дошла ей до пояса. К этому времени она вспомнила о своей скромности и юркнула в воду, оставив над водой только голову. «Будь я на твоем месте, я не стал бы этого делать!» сказал я. Потом уселся на торчащий на берегу пенек. Рядом со мной лежал куча ее одежды, но я даже не стал класть на нее ноги. «Послушай-ка, лучше, что я тебе расскажу, красотка, и вылезай из воды как можно скорее!» «Черта лысого ты этого дождешься!» «Если уж ты хотела вымыться, тебе надо было пойти к реке, но только не входить в воду здесь!» «Куда хочу, туда и хожу!» «К тому же, вода в реке такая холодная, что я превратилась бы там в ледышку!» «Знай, что ты сейчас в запруде Динкера!» сообщил я. «Ну и чего, хорошая запруда, вернее, была хорошая, пока ты сюда не приперся, так что катись откуда пришел!» «Когда-то здесь неплохо ловилась рыба», отозвался я. «Но только до прошлого года, спроси Джима, если мне не веришь!» «Но с тех пор, как мы повесили клемма Динкера, вся рыба пропала!» Тут Люси прищурилась, и из воды показалась ее рука с булыжником. Потом она на секунду высунулась из воды и бросила камень. «Нужно быть, я отвлекся, заглядевшись на нее, потому что не успел уклониться! Камень угодил мне в плечо!» Я подпрыгнул и начал потирать ушибленное место. «Только попробуй ко мне подойти!» крикнула Люси и выудила еще один камень. «Да только не я, я не такой дурак, как некоторые!» «Что, выходит, я дура?» Она швырнула в меня камень, но я увернулся. «Джим вернется, он тебя пристрелит!» «Джим будет неблагодарен за то, что я случайно проходил мимо и предупредил тебя!» «Знаю я, зачем ты сюда пришел!» Тут она неожиданно перестала злобно сверкать на меня глазами и даже улыбнулась. «Ты просто воды боишься, Джордж Сойер!» «Хе-хе-хе!» «Я боюсь этой воды!» «Ты тоже ее боялась!» «Знай ты то, что знаю я!» «Ну да, еще бы!» «Я бы так напугалась, что тут же выскочил бы из воды и сказал тебе спасибо!» «Ах, Джордж, ты просто ничтожная жалкая личность!» Она легла на спину и поплыла, улыбаясь в небо, а тело ее соблазнительно просвечивалось из-под воды. «Таких ничтожностей, как ты, я еще не встречала!» «Знаешь, я уже почти решил уйти и предоставить тебя судьбе!» крикнул я. Она приподняла голову и тело ее опустилось в воду. «Ты что-то сказал, бедняжка, Джордж?» «Наверное, я сейчас уйду и брошу тебя здесь!» «Ты не можешь уйти, Джордж?» Должно быть, она нащупала дно, потому что немного приподнялась. Вода едва прикрывала ей плечи. Она была слишком мутной и не позволяла увидеть ничего стоящего, если не считать улыбки Люси. Улыбка тоже была мутной и зловещей. «Знаешь, а ты меня еще ни капельки не напугал!» сказала она. «Думал, едва я услышу твои вопли, так сразу выскочу и брошусь в твои мужественные объятия!» «Она думала, что я не могу ее так напугать, чтобы она выскочила из воды!» «Я посчитал это за вызов!» Я снова уселся. «Ты никогда не слыхал о парне по имени Клем Динкер?» «Увы, нет, Джорджи! Ну, расскажи мне про него!» Клем был сумасшедший и жил в дупле дерева на том берегу реки. Был он такой тощий, словно никогда не ел. Но все было как раз наоборот. Клем был готов сожрать все, до чего мог дотянуться зубами. Когда дел доходил до жратвы, он становился самым терпеливым и подлым существом. Залезал он на свое дерево и сидел так тихо, что на него птицы садились. И как только это случалось, он их быстро хватал и отправлял прямо в рот. И схрупывал вместе с чириканьем, крылышками, клювами, глазками и всем прочим. Мы всегда слышали его издалека, когда он выплевывал першки. Люси потрясла головой и закатила глаза. Знаешь, Джордж, у меня уже начинают мурашки по телу бегать. Если ты и дальше будешь меня так пугать, я скоро могу в обморок упасть. Хочешь падать, падай, твое дело. Скажи лучше, ты и дальше хочешь меня мучить или будешь слушать про клемма? Исмени. Продолжай, пожалуйста. Так вот, этот клемм жрал все подряд. Он не разбирал особо, и если уж запускал во что зубы, так откусывал и жевал. Я тебе говорил, что у него были заостренные зубы. Люси рассмеялась. Да, мэм, можете мне не верить, но клемм заточил все свои передние зубы, и они стали такими острыми, что он с трудом мог говорить, не поранив губ с зубами. Начнешь с таким парнем разговаривать, и не успеет он ответить, как на тебя уже кровь капает. Он делает вид, что ничего не замечает, а ты стоишь внизу, а на тебя кровь капает дождем. Это вполне хватало, чтобы спутать тебе все твои мысли. Если бы у твоей мамочки хватило ума, сказала Люси, она придушила бы тебя еще в колыбельке. Я лишь рассказываю все так, как было, я ничего не выдумываю. Однажды меня разморил после разговора с Клебом, ну и когда Джим наткнулся на меня спящим под деревом, я был так покрыт кровью, что он принял меня за покойника. Когда я проснулся, он успел уже наполовину выкопать мне могилу. Но к делу это не относится, быстро вставил я, не давая Люси возможности перебить меня. Так вот, Клеб Динкер был психом и съедал все, во что мог вонзить свои заточенные зубы. И не только птичек. Однажды мы видели, как он бобра доедал. Был еще один охотник, так он клялся, что Клеб добрался до его собаки. Он жрал белки, енот, в койот, в бабочек, пауков, слизни, червей. Люси больше не улыбалась, она смотрела на меня с ненавистью, а ее верхняя губа поползла вверх, обнажив десну. Я понял, что она вот-вот завопит, и у меня не будет возможности закончить свой замечательный рассказ. Поэтому я быстро перешел к сути. В конце концов, он съел одного из наших мулов. Мы застукали Клеб как раз в тот момент, когда он жрал его потроха, засунув голову мулу в брюхо, и мы его повесили. Я повернулся и показал наверх на то самое дерево, за которым прятался, когда Люси раздевалась. Видишь, вон ту ветку, ту, что торчит в сторону. Вот на ней мы его и повесили. Да никого ты не повесил, отозвалась Люси, но храбрости в ее то не поубавилось. Мне показалось, что поджилки у нее уже трясутся. Я сам надел петлю на его кривую шею. Мы поставили клемм на краю обрыва под деревом. Мы решили, что толкнем его, а он повиснет над вернется. Но до сих пор нам еще никого не приходилось вешать. Наша ошибка была в том, что нам следовало бы натянуть веревку между шеей клемма и веткой. Но вышло так, что она чересчур растряслась. Но когда мы его столкнули, он не столько повис, сколько упал, и голова у него оторвалась. Так вот, тел клемм мы отволокли в лес его была круглая, скатилась вниз и в воду упала. Мы ее искали, искали, но даже волоска не нашли. Вот с тех самых пор мы зовем это место за прудой Динкера. Насколько нам известно, его голова до сих пор здесь. Глаза у Люси немного выпучились. А после того здесь начала исчезать рыба. Очень скоро ловить стал совсем нечего. Правда, клюет здесь довольно скоро. Да только поднимаешь удочку, а наживки уже нет. Но рыба никогда не попадается. Извели мы с Джимом на этом месте ведро червей, да и поставили крест на рыбалке. Тут Люси застыла и скосил глаза в воду. Потом быстро перевела взгляд на меня. Я увидел, как она рассердилась, потому что я заметил, как она посмотрела на воду. В этой брехне нет ни что ты отвратительный подонок недостойной человеческой цивилизации. Я не ужец, возразил я. Тут ее глаза снова забегали. А потом они едва не выскочили из орбит. И Люси спустил такой вопль, что у меня полз и дыбом встали. Она заметалась из стороны в сторону, вода вокруг нее забурлила и покраснела. Мне даже на секунду захотелось броситься в воду и попытаться ее спасти. Это был бы героический поступок. Байка, что рассказывал мне Джордж, закончилась одновременно с бутылкой виски, стоявшей между нами на столе салона. И ты даже пальцем не шевельнул, чтобы ее спасти? спросила я. Она в любом случае этого не стоила, ответил Джордж. И теперь ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой на прииск? Мне там стало чертовски одиноко. Честное слово. Я решил, что стоит трескнуть удачей ради такой красотки, как ты. Но ведь ты там вместе с Джимом, разве нет? Понимаешь, когда он увидел, что случилось с Люси, то набросился на меня с топором. Я даже не успел ему ничего объяснить. Он вбил себе в голову, что это я убил Люси, да потом еще и обглодал. И мне пришлось его застрелить. А может, ты правда все это проделал, Джордж? Скажи. Знаешь, Марбл, прикуси-ка свой язычок, я не из таковских. Да и ты вроде не похож на ту заразу, Люси. Эта девка была чистой яд, такой яд, что на следующее утро я наткнулся в запруде на голову Динкера. Она плавала там лицом вверх, и губы у нее были совсем черные. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Ричард Лайман Джойс Барбара стрелой вылетела из спальни прямо в объятие Даррена. Он поймал ее и прижал к себе. Что случилось? Спросил он. Да что такое? Там кто? Там кто-то под кроватью. Ой, прости, она тебя напугала, это же Джойс. Джойс? Барбара вырвалась из рук Даррена и изумленно посмотрела на него. Но ты же говорил, что она умерла. Ну да, так и есть. Или ты думаешь, я бы женился на тебе, если бы у меня все еще была жена? Как я и говорил, аневризма сосудов головного мозга три года назад. Но она у тебя под кроватью. Конечно. Пошли, я тебя представлю. Даррен взял Барбару за руку и повел в спальню. Она нетвердой походкой шла рядом. На полу возле кровати лежал ее чемодан, единственный, что она взяла с собой в медовый месяц, и распаковала этим вечером после душа с Дарреном. Даррен решил унести чемодан с глаз долой. Нельзя хранить багаж под кроватью, пояснил он. Я его в гараж вынесу. Барбара стояла в новом шелковом кимоно, дрожа и задыхаясь, пытаясь удержаться на ногах, пока Даррен переносил ее чемодан к двери. Он вернулся, присел на корточке и вытянул Джойс из-под кровати. Дорогая, знакомься, это Джойс. Джойс неподвижно лежала на ковре, уставившись широко раскрытыми глазами в потолок. Ее губы растянулись в улыбке, выставляющей напоказ края ровных белых зубов. Пучки каштановых волос спадали ей на лоб, густые, струились, словно яркое шелковое знамя, протянувшееся до правого плеча. Ноги прямые, слегка раздвинуты в стороны, обнажены. Из одежды на ней было лишь неглиже, весьма откровенное, с узкими бретельками и глубоким вырезом. Оно было столь же коротким, как то, что Барбара надела для Даррена в первую брачную ночь, и таким же прозрачным. Из-за того, что Даррен вытянул ее из-под кровати, неглиже перекрутилась и обнажила левую грудь. Улыбнувшись Барбаре через плечо, Даррен спросил, ну разве она не красавица? Барбара лишилась чувств. Очнулась она, лежа в кровати. Даррен сидел рядом на краю, его лицо выглядело обеспокоенным, а рука нежно поглаживала ее бедро под кимоно. Ну ты в порядке? спросил он. Она повернула голову. Джойс стояла возле кровати в шести футах от нее, все так же улыбаясь. Ее ночнушка слегка колыхалась от ветерка из окна. Пусть ее тонкая ткань ничего и не скрывала, но во всяком случае теперь ее подправили, и грудь больше не вываливала снаружи. Фигура у нее получше моего, подумала Барбара. Она красивее, чем... Барбара хмуро посмотрела на Даррена. Она старалась сдержаться, но голос ее прозвучал высоко и по-детски, когда она спросила «Что происходит?» Даррен пожал плечами, провел руками по ее бедру. «Да нет причин расстраиваться, правда». «Нет причин расстраиваться? У тебя под кроватью чучело твоей мертвой жены, да еще и в таком наряде!» Он нежно улыбнулся. «О, нет, это не чучело, она леофилизована. Я нашел место, где сушат мертвых домашних животных и... Ну, она прекрасно выглядит, правда?» «Боже мой!» прошептала Барбара. «А это ее любимая ночная рубашка. Я не вижу причин отнимать ее, но если ты считаешь, что ей лучше носить что-нибудь поскромнее...» «Да, Рен, она мертва!» «Ну, конечно, мертва!» «Мертвецов хоронят или кремируют, их... их не держат дома!» «Да почему бы и нет?» «Так просто не делается!» «Ну, если бы я не мог сохранять ее такой красивой, думаю, были бы причины от нее избавиться, но ты взгляни на нее!» Барбара решила этого не делать. Она такая же, как была в день смерти, от нее не пахнет. В чем проблема? «В чем проблема?» «Проблема!» «Я не вижу никакой проблемы». «Она была здесь в твоем доме все это время?» «Ну, естественно». «Под кроватью?» «Ну, только когда я ожидал, что ты придешь. Я боялся, что тебе это не очень понравится, поэтому я решил ее спрятать». «Под кроватью?» «Когда я была здесь?» «Все те ночи, что я провела здесь, она была моей женой, дорогая. Что я должен был сделать? Выкинуть ее, как старые туфли? Я ж любил ее, она любила меня. Почему мы должны были расставаться только из-за того, что ее жизнь оборвалась? Без нее я был, был таким, одиноким я был, и взгляни на это с ее точки зрения. Думаешь, ей бы понравилось, если бы ее закопали в землю, ну и сожгли. Господи боже, да кто бы пожелал себе такую судьбу? Вместо этого она здесь, в своем собственном доме, со своим собственным мужем. Разве это не то, чего хотелось бы тебе самой? Правда? Я бы хотел этого, я бы поступил так и с тобой, если бы, господи прости, ты умерла раньше, чем я, так мы всегда были бы вместе. Думаю, пробормотала она, должен был сказать мне об этом. Я ждал подходящего момента. Прости, что тебе пришлось узнать об этом именно так. Она, наверное, повергла тебя в настоящий шок. Да, скажу я тебе. Но ты хорошо с этим справилась, ты умница. С этими словами он распахнул ее кимоно. Да, Рен! Она быстро прикрылась и посмотрела на Джойс, по виду которой нельзя было сказать, что она подглядывает. Взгляд бывшей жены был устремлен не на Барбару, а на открытое окно над кроватью, вид которого, казалось, развлекал ее. Ну же, сказал Даррен, расслабься. Но Джойс, она не может видеть, что мы делаем, она же мертвая. Да какая разница ни перед ней, ни за что. Ты ведешь себя глупо. Глупо? Черт возьми! Тсс, тихо, успокойся, все хорошо, я о ней позабочусь. Даррен низко наклонился, приподнял краешек кимоно, обнажив низ живота, нежно поцеловал ее туда и перелез через кровать. Встав перед Джойс, он снял свою велюровую пижаму. Ты ж простишь меня? Спросил он и накрыл ее пижамой. Отошел, посмотрел на Барбару, улыбнулся. Ну что, так лучше? А не мог бы ты вынести ее в коридор или еще куда-нибудь? Даррен казалось расстроился. Это некрасиво. Это ее спальня тоже, ты ж знаешь. Я не могу просто так вынести ее отсюда. Барбара вздохнула. Эта ночь должна была стать первой, которую они провели бы как муж и жена. Она не хотела поднимать шум. Кроме того, это действительно было не так плохо, ведь лица Джойс видно не было. Ну ладно, сказала она. Я могу снова положить ее под кровать, если ты... Нет, все в порядке. Под кроватью она была гораздо ближе, прямо под ними, как тогда, когда они занимались любовью. Хуже с какой. Даррен повернулся к выключателю. Нет, не выключай свет. Ты уверена? Я не хочу быть с ней в темноте. Как скажешь, дорогая. Когда он вернулся в кровать, Барбара приподнялась и сняла кимоно. Потом она взглянула на Джойс, улеглась и закрыла глаза. Даррен залез на Барбару и поцеловал ее в губы. Я так горжусь тобой, шепнул он. Я знаю, я умница. Так и есть. На самом деле, Барбара ничего не могла поделать. Каждый раз, как Даррен целовал ее, ласкал ее или входил в нее, она поглядывала на Джойс, его другую жену, его скрытую пижамой, которая была натянута не настолько низко, чтобы скрыть, как ее прозрачная ночнушка колыхалась на ветру, касаясь темного пучка волос у нее между ног. Он занимался с ней любовью, подумала Барбара, здесь, на этой самой кровати. Знает ли она, знает ли она, что он занимается сейчас этим со мной, прямо перед ней, ревнует ли? Да не выдумывай. Барбара попыталась стряхнуть некоторое время приходил в себя, вскоре после того, как он снова задышал ровно, Даррен прошептал, видишь, все было хорошо, хорошо, она же тебя не беспокоила, да, Джойс, я имею ввиду? Нет, не беспокоила, ложь, а почему бы и нет? Готов поспорить, что при ней тебе было даже лучше, вот мне было. Боже мой, подумала Барбара, но вслух сказала, не знаю, может быть. Через некоторое время Даррен сказал, может теперь я могу выключить свет? Нет, не выключай, ты же уже не боишься? Немножко боюсь. Ну, хорошо, я уверен, что ты уже немножко к ней привыкла. Я никогда к ней не привыкну, сказала Барбара про себя, никогда. Даррен скоро уснул, Барбара тоже старалась, но не могла из-за переполнявших голову мыслей. Она только что вышла замуж за человека, который держал свою мертвую жену у себя в спальне, и ему это нравилось, и он явно заводился, занимаясь любовью от того, что она рядом. Ужасно, это просто отвратительно, но мысли о том, как все изменится, когда она избавится от Джойс, успокоили Барбару. Успокоили настолько, что она почти смогла уснуть, но каждый раз погружаясь в сон, она просыпалась в тошнотворном ужасе, и должна была посмотреть, чтобы убедиться, что Джойс не двигалась, не стянула пижаму с головы и не подползла ближе к кровати. Эта сучка, казалось, лежала там же. Естественно, все, что казалось было в движении, это ее ночнушка, что колыхалась от легкого ветерка и касалась ее живота, кудрей на лобке и бедер. Когда Барбара проснулась, комната была залита солнечным светом. Она уснула в конце концов, все-таки, несмотря на Джойс. Джойс. Она не хотела ее видеть и уставилась в потолок, сопротивляясь искушению взглянуть и пыталась наслаждаться теплым ветерком, ласкающим ее тело. Я не могу провести еще одну ночь в комнате с ней, подумала Барбара. Просто не могу, я должна заставить Даррена прислушаться ко мне. Она повернула «Нет». «Что если он забрал свою пижаму? Что если она не накрыта?» Барбара поспешно повернулась в обратную сторону. Джойс тоже не было. Где это она? Барбара вздохнула. С глухо стучащим сердцем она осмотрела комнату. Никаких следов тела. Она слабо выдохнула и наполнила легкий сладким утренним воздухом. Она не здесь. Может Дарр напомнился и она похолодела внутри и по коже побежали мурашки. Он положил ее под кровать. С теня она бросилась прочь с матраса в середину комнаты. Там на безопасном расстоянии она встала на четвереньки и заглянула в пустоту под кроватью. Джойс нет. Слава Богу. Но где же она? Что Даррен с ней сделал? По крайней мере она не здесь. Это главное. Потихоньку успокаиваясь Барбара поднялась на ноги. Она все еще дрожала покрывшись гусиной кожей. Я не могу так жить. Подумала она возвращаясь в кровать. Она надела свое шелковое кимоно закуталась в него поуютней и завязала пояс. Потом повернулась к шкафу хотела взять домашние тапочки. А что если Джойс там? Она посмотрела на запертую дверь и решила что лучше ей оставаться запертой. Она может обойтись и без тапочек. Направляясь к двери спальни она заметила что ее чемодана не было на месте. Даррен наверное вынес его в гараж. Может быть он и Джойс вынес в гараж. Если бы. Держи карман шире. Она остановилась в дверях вытянулась вперед и посмотрела по сторонам. Коридор чист. Устремилась в ванную ее дверь была открытой. Никаких следов Джойс пережила несколько неприятных секунд подходя к ванне но ванна была пустой. Барбара вздохнула немного расслабилась воспользовалась туалетом умылась почистила зубы присела на край ванны и попыталась набраться смелости покинуть свое убежище в ванной. Это сумасшествие сказала она сама себе почему я должна бояться Джойс она ничего не может мне сделать ничего не может сделать но сводит меня с ума из-за нее я думаю что вышла замуж за психа но он не псих он заботится о ней вот и все не может с ней расстаться черт бы побрал это все он еще как с ней расстанется черт возьми или я или она правильно и что я буду делать куда пойду я оставила свою квартиру я уже ушла с работы ради бога будто я всегда смогу найти а почему я должна уходить она мертва нужно просто поговорить с дарроном если он ко мне прислушается и уберет ее куда нибудь все будет в порядке барбара заставила себя выйти из ванной когда она шла по коридору кто-то вышел из спальни она вздрогнула прежде чем поняла что это даррен он уже оделся на нем была одна из тех ярко-красных гавайских рубашек которые они купили на мауи рубашка свободно болталась над шортами под шортами виднелись загорелые ноги а под ними белые носки рыбок доброе утро сказал он и поспешил к ней ты что там спала она очутилась в его руках крепко обняла и поцеловала мой даррен подумала она он был таким крепким таким теплым таким уютным когда они выпустили друг друга из объятий даррен сказал у меня для тебя сюрприз ты убрал джойс в кладовку его улыбка погасла не глупи я съездил за пончиками кленовые пончики он знал как барбара любит кленовые пончики но она лишь смогла выдавить без особого энтузиазма здорово взяв за руку даррен повел ее на кухню на столе уже стоял кофе и ждала тарелка с пончиками четыре из которых были с кленовым сиропом в углу улыбаясь и уставясь на барбару едва то вошла стояла джойс ее волосы были собраны в конский хвостик на ней была чистая белая блузка сквозь тонкую ткань проглядывал черный бюстгальтер блузка была аккуратно заправлена под эластичный пояс ее блестящих голубых шорт еще на ней были белые носки и голубые кроссовки элэй гир ты ты переодел ее пробормотала барбара даррен усмехнулся ну не сама же она переоделась почему это ну разве это не очевидно он тихо засмеялся и поднял кофейник я имею ввиду зачем ты ее одеваешь ну было бы некрасиво если бы она весь день ходила в ночной рубашке он наполнил чашки кофе и поставил их на стол пододвинул стул барбаре я присяду здесь сказала она и заняла место на противоположной стороне стола чтобы не поворачиваться спиной к джойс и приглядывать за ней даррен присел на стул предназначавшийся барбаре и отхлебнул кофе вообще-то некоторое время я держал джойс в купальном халате в самом начале я думал зачем мне лишние хлопоты с ее переодеванием но это расстраивало меня дни и ночи она проводила в этом халате из-за этого она выглядела ну не знаю как инвалид что ли вместо того чтобы поддаться искушению высказать замечание барбара вцепилась зубами в пончик ну и я решил начать переодевать ее снять этот надоевший старый халат и надевать на нее ну то что требовали обстоятельства ночную одежду ночью повседневную днем одной из ее стильных бикини когда мы выходим к бассейну ей всегда нравилось отдыхать со мной у бассейна хотя она и не особо любила плавать для более торжественных случаев дней рождения дней благодарения и всякого такого красивое вечернее платье то что казалось подходящим улыбаясь он вцепился в желейный пончик как будто у тебя кукла барби в натуральную величину ты моя кукла барби сказал он с набитым ртом его губы были покрыты сахарной пудрой и красным желе она моя кукла джойси джойс улыбалась глядя на барбару тебе не трудно ее одевать ну она же не сгибается о мы справляемся что-то надеть проще что-то сложнее но мы делаем все что можем барбара попыталась откусить еще кусочек пончика но он был бы словно ком грязи в ее горле как и первый и не прошел бы в горло она положила пончик и отпила немного кофе что-то не так с твоим пончиком да нет он хороший тихо сказала она озабоченно нахмурившись он слегка подался вперед это из-за джойс ну конечно из-за джойс а ты о чем думаешь мы же разобрались со всем этим прошлой ночью дорогая я думал ты поняла боже мой ты одеваешь ее будто она настоящая она и есть настоящая но она мертва ты таскаешь ее из комнаты в комнату одеваешь надеваешь на ее бюстгальтер и трусики судя по всему тоже а тебе было бы лучше если бы она была без трусиков было бы лучше если бы ее здесь не было кивая он разжевал проглотил отхлебнул кофе ты к ней привыкнешь когда ты познакомишься с ней поближе я уверен ты я хочу чтобы она убралась отсюда из кухни из этого дома желательно надолбанное кладбище о дорогая ты расстроилась печаль на его лице отразилась болью в ее сердце прости пробормотала она да я люблю тебя но Джойс она пугает тебя да Барбара кивнула но она не укусит ты же знаешь знаю она вообще ничего не делает она смотрит на меня это всего лишь стеклянные глаза пояснил Даррен не ее ее глаза не выдержали процедуры но если они тебя беспокоят вернущие секунду он оттолкнулся от стола и быстро вышел из кухни когда он ушел Барбара принялась изучать лицо Джойс стеклянные глаза они выглядели как настоящие слишком настоящие слишком яркие слишком проницательные стало ли Барбаре легче от того что она узнала что они не настоящие на несколько мгновений она подумала что это так это не глаза Джойс это не ее мертвые глаза просто пара блестящих стеклянных шариков вставленных в углубления углубления на самом деле у Джойс не было глаз что выдавили вытащили вынули с помощью хирургических щипцов или они высохли во время процедуры выпали эти прекрасные живые глаза внимательно смотрящие на макушку Барбары были кусочками стекла воткнутыми в дырки интересно выпадают ли они бывает ли что Даррен с любовью вынимает их время от времени чтобы очистить Барбара уставилась на Джойс нет глаз боже мой это не ее глаза просто крышечки колпачки вставленные туда чтобы скрыть пару отвратительных впадин почувствовав омерзение она отвернулась спасибо что сказал мне Даррен спасибо тебе большое а вот и мы сказал Даррен с шумом валившись в кухню это будет то что доктор прописал он поцеловал Барбару в макушку головы и быстро обошел стол она посмотрела как раз вовремя чтобы увидеть как он натягивает на лицо Джойс солнечные очки они были очень похожи на те что носил патрульный который остановил Барбару в прошлом месяце за то что она нарушила правила пересекая линию на трассе в Санта Монике проволочное оправо стекла в форме капли с серебристой отражающей поверхностью ну как тебе это спросил Даррен отступив на шаг он восхищенно оценил произведенный эффект так она выглядит довольно стильно правда ну вот теперь я не могу сказать куда она смотрит подумала Барбара но она не хотела обижать Даррена он старался помочь так намного лучше может быть так и на самом деле лучше сказала она себе сейчас хотя бы ее глаз не видно может я смогу забыть о них забуду что это не глаза просто колпачки скрывающие впадины Даррен сел к столу явно довольный собой у каждой проблемы есть решение думаю что это так сказала Барбара она взяла пончик и заставила себя есть когда Даррен спросил как она хотела бы провести этот день Барбара предложила пойти на пляж приятная идея выпалил он это будет так словно у нас все еще медовый месяц только мы вдвоем да конечно ты же не хочешь взять ее с нами Джойс будет хорошо здесь он подмигнул она на самом деле очень домашняя девочка в спальне Барбара завязала свое бикини сверху надела блузку и шорты и обула сандалии Даррен вошел когда она застилала постель я возьму полотенце и все такое пока ты переодеваешься сказала она я буду готов через секунду ответил он и подмигнул перед уходом Даррен перенес Джойс в гостиную положил ее на диван сунул подушку под голову и снял с нее туфли тебе удобно? спросил он Даррен хлопнул Джойс по ноге забрал пляжную сумку у Барбары и пошел к выходу было прекрасно уйти из дома подальше от Джойс на пляже они побродили по побережью взявшись за руки расстелили полотенце на песке натерли друг друга кремом от загара и лежали неподвижно под горячим солнцем и успокаивающим бризом измученная почти бессонной ночью Барбара спокойно задремала позже они опробовали пирс ходили по сувенирным магазинам покатались на бамперных машинках Даррен попал мечом в корзинку и выиграл ей пушистого розового плюшевого мишку они ели жареных моллюсков и домашние картофельные чипсы на скамейке высоко над океаном потом они вернулись на песок снова расстелили полотенце улеглись и Барбара снова заснула она проснулась когда Даррен поцеловал ее плечо нам уже пора идти ее желудок скрутило он завязался узлом и повис ледяной глыбой не сейчас но мы же не хотим сгореть мы не сгорим есть крем все равно нам нужно возвращаться но это еще рано он посмотрел на часы на запястье четвертый час она кивнула и заставила себя улыбнуться улыбка стала искренней когда она натягивала шорты я знаю а давай пойдем в кино кино? ну да, дневной сеанс будет здорово ну пожалуйста это наш последний день вместе перед тем как ну как тебе нужно будет идти с утра на работу мы ничего не сможем делать вместе до следующих выходных ну пожалуйста конечно почему бы нет они вернулись в машину поехали на стоянку возле торгового центра на третьей улице и пошли в кинотеатр один из шести фильмов что там показывали по расписанию начинался через пятнадцать минут Даррен купил билеты и они вошли скоро кинотеатр погрузился во тьму и слишком скоро фильм закончился несомненно будет прекрасно вернуться домой и принять душ сказал Даррен когда они шли по вестибюлю он шлепнул Барбару по попке вместе может останемся и посмотрим еще один фильм правда дорогая я думаю одного достаточно пожалуйста ты же знаешь как я люблю кино он улыбнулся а как тебе такое мы заскочим видеопрокат по пути возьмем пару фильмов на ночь Барбара вздохнула она не хотела ничего начинать хорошо если ты так хочешь и они поехали в видеопрокат Барбара изучала полки с записями покачивая головой не желая делать выбор снова и снова она находила причины чтобы не соглашаться на фильмы которые предлагал Даррен это она уже видела название этого звучит не очень хорошо не волнуйся говорила она несколько раз мы найдем что-нибудь здесь точно должно быть что-нибудь подходящее они искали дальше ей удалось растянуть поиски больше чем на час наконец Даррен сказал давай просто возьмем парочку я умираю от голода Барбара взяла два фильма которые приметила с самого начала в машине она сказала почему бы нам не перекусить перед тем как мы поедем домой давай с собой возьмем а я бы поела в ресторане там намного веселей ну посмотри как мы одеты а мы поедем в какое-нибудь место попроще Джек в коробке или Бургер Кинг что-нибудь в этом роде Даррен поехал в Бургер Кинг они присели за столик медленно расправляясь со своей трапезой Барбара пыталась придумать еще какой-нибудь способ отдалить возвращение домой брось ты это наконец подумала она я задерживала его настолько долго насколько могла не вступая в перепалки мы не можем гулять вечно может стоит уже смириться так что когда с едой было покончено они забрались в машину и поехали в сумерках домой домой где их ждала Джойс может нам повезет подумала Барбара и пока нас не было дом сгорел дотла держи карман шире они обогнули угол и увидели дом стоить себе как ни в чем не бывало тебе понравилось? спросил Даррен сворачивая на подъездную дорожку к дому прекрасно я даже расстроилась когда это кончилось честно ничего не кончилось дорогая он остановил машину потянулся к Барбаре и погладил ее по голове наша совместная жизнь только начинается у нас будет очень много хорошего вместе я тоже так думаю да не сомневайся ты Барбара последовала за ним в дом Даррен взял пакет с видеокассетами в гостиную и положил его в ногах Джойс она же ведь не должна смотреть кино с нами спросила Барбара не мог бы ты унести ее в другую комнату мог бы конечно но чем раньше ты к ней привыкнешь тем лучше ты так не думаешь? я не думаю что вообще когда-нибудь к этому привыкнул ты привыкнешь привыкнешь просто нужно время а сейчас иди в душ я буду через минуту он подмигнул наклонился скользнув руками под Джойс и поднял ее с дивана сердце Барбары забилось сильнее куда ты ее несешь? в комнату для гостей он усмехнулся нужно снять ее дневной наряд Барбара поспешила удалиться от них и закрылась в ванной дрожа она разделась дневной наряд подумала она он раздевает ее потом прискачет сюда и будет меня трогать она проверила дверной замок затем пошла в ванную и включила душ ему просто придется выбирать подумала она регулируя краном напор воды Джойс или я другого не дано а что если он выберет ее? я не могу его потерять только не из-за этого проклятого трупа вздыхая Барбара забралась в кабинку и задвинула стеклянную дверь горячая струя была восхитительна брызги били ей в лицо и голову скользили по телу вниз его руки будут чистыми сказала она себе они будут полностью в мыле когда он будет натирать меня на них не будет следа Джойс но она будет ждать когда мы выйдем в своей маленькой ночнушке через которую все видно боже мой будет там в своей ночнушке и солнечных очках пока мы смотрим кино потом возле кровати когда мы будем заниматься любовью все с меня хватит может мне стоит перестать допускать его к себе пока она здесь нет он мне этого не простит я не могу ничего сделать чтобы заставить его избавиться от Джойс он будет вечно злиться на меня за это нужно чтобы он сам так захотел если бы она не сохранилась так хорошо если бы она начала гнить или завоняла он бы точно не держал ее здесь а что если я завтра пойду на рынок пока он на работе куплю какого-нибудь по-настоящему вонючего сыра и запихаю ей кусочек в рот засуну ей его во все фу не придется прикасаться к ней но для этого всегда есть перчатки Даррен подумает что она портится и избавится от нее а что если он ее осмотрит и найдет сыр стоит ли игра свеч Барбара вздрогнула и испугалась когда загремела открываясь дверь душевой она обернулась Джойс уставилась на нее улыбаясь без серебристых очков без ночнушки нет она отшатнулась назад когда Джойс встала поднятая Дарреном высоко вверх убери ее вон отсюда она поскользнулась и шлепнулась задом на дно ванны ай дорогая ты в порядке нет убери ее вон отсюда да что с тобой происходит это ведь отличный способ для тебя получше с ней познакомиться правда ты не ушиблась буду жить Барбара дернулась назад и прижала колени к груди когда Даррен шагнул в ванну с Джойс обхватив тело одной рукой на животе он закрыл дверь душевой струя разбрызгалась о плечи Джойс вода бежала по ее телу блестящими ручейками пожалуйста взмолилась Барбара я не хочу знакомиться лучше унеси ее отсюда будет хорошо когда ты получше ее узнаешь вода ее разрушит ты бы лучше о нет она достаточно прочная а сейчас встань пожалуйста дорогая Даррен разве я прошу слишком много просто встань ну пожалуйста дрожа и затаив дыхание Барбара с усилием поднялась на ноги Даррен улыбался над плечом Джойс подойди поближе осторожно только не упади она сделала несколько маленьких шажков вперед и остановилась ближе она подошла ближе нет хватит еще один шаг и она встретится с Джойс ну хорошо сказал Даррен он поморгал чтобы стряхнуть воду с ресниц ты все делаешь правильно ты растешь а сейчас я хочу чтобы ты прикоснулась к ее лицу не заставляй меня голос Барбары прозвучал жалобно я не хочу тебя заставлять сделай это сама для меня сделай это для нас пожалуйста ты должна избавиться от этой фобии к Джойс это не фобия мы можем спокойно жить вместе я уверен она тебе даже будет нравиться она будет составлять тебе хорошую компанию когда я буду на работе каждый день ну пожалуйста потрогай ее лицо Барбара подняла мокрую руку к щеке Джойс и замялась пальцы задрожали Джойс смотрела на нее веселыми сияющими глазами стекляшками вставленными в углубление ты так близко сказал Даррен не останавливайся задержав дыхание Барбара Барбара прижала кончики пальцев к щеке Джойс легонько толкнула погладила кожа была гладкой жесткой как хорошая кожаная туфелька Даррен просиял я так горжусь тобой Барбара опустила руку я сделала то что ты просил теперь не мог бы ты она затаила дыхание когда тело накренилось вперед руки тела коснулись ее боков до того как она отскочила другие руки обхватили ее руки Даррена они вцепились в ее бока резко потащили вперед тесно прижали Джойс Барбара отвернулась и успела избежать столкновения с лицом Джойс их щеки потерлись друг от друга Даррен поцеловал ее прижал свои губы к ее над плечом Джойс затолкал язык ей в рот он не может этого делать только не с Джойс между ними но он делал это Джойс была между ее упругая грудь уткнулась в грудь Барбары ее живот и пах и бедра плотно прижались к ней и двигались терлись об нее пока Даррен извивался стонал и вонзался в нее языком Барбара замкнула зубы Даррен закричал его руки соскочили с нее она завела руки перед Джойс и отпихнула ее припечатав Даррен накоблицованной кафелем стене над сливным отверстием он захрипел гулко стукнувшись головой кровь хлынула изо рта Барбара отшатнулась от четырех ног которые потянулись к ней выплюнула кусок языка Даррена она не собиралась откусывать но в ужасе Барбара смотрела как окровавленный ошметок упал прямо в пупок Джойс я погубила его смотри что я из-за тебя наделала закричала она Даррен не ответил и не пошевелился падая он поскользнулся и его голова оказалась под Джойс руки безвольно лежали на дне ванны ноги растянулись в ногах Джойс а гениталии виднелись между ее бедрами вода стекающая по телу Джойс увлекла за собой язык Даррена Барбара отошла еще на шаг назад нога опустилась со всплеском ванна наполнялась он же ведь утонет быстро опустившись на корточки она схватила Джойс за лодыжки потянула тело подалось вперед Барбара потянула Джойс за ноги загоняя ее в заднюю часть ванны показалось лицо Даррена вода поднялась до уровня его ушей глаза закрыты рот открыт все будет в порядке закричала она я спасу тебя его глаза открылись слава богу красная струя гейзером вырвалась наружу когда он пронзительно закричал Шука он быстро присел его грудная клетка встретилась с головой Джойс и подняла тело она оказалась жесткой выглядела как доска поднятая за один край Барбара отшатнувшись от Даррена поскользнулась и упала вперед коленями на живот Джойс крак голова Джойс подскочила вперед уткнувшись подбородком в горло лицом в грудь конский хвост указал на Барбару а обрубок из разорванной шеи ловил струю воды Даррен яростно взревел Барбара схватила голову за конский хвост когда Даррен подался вперед и потянулся к ней она треснула его по лицу головой Джойс голова врезалась в его щеку и срикошетила стеклянные глаза вылетели и разбились о край ванны Даррен выпучил глаза и упал Барбара раскрутила голову за хвост и снова ударила на этот раз левый глаз Даррена вылетел из орбиты и повис на веревочке третий удар его расплющил с четвертым изо рта полетели зубы Джойс прочная да ты ублюдок она била его по голове пока сломанный череп Джойс не отделился от скальпа это случилось когда Барбара готовилась к очередному удару ее оружие внезапно потеряло вес она поежилась от отвращения увидев как кости головы с грохотом разбились о дверь душевой осколки разлетелись и дождем посыпались ей на плечо и спину она выпустила мокрую копну волос потом Барбара оторвала правую руку Джойс и использовала ее против Даррена пока та не сломалась ей пришлось остановиться и перевести дыхание перед тем как вырвать левую она обрушила руку на то что осталось от лица Даррена рука долго не продержалась было нелегко отломать Джойс ноги но она справилась ради такого дела не грех и потрудиться Конец рассказа Текст читал Владимир Князев Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова